Уважаемые коллеги, здравствуйте! Рада приветствовать вас на очередном семинаре, посвященном нейроинфекциям у детей. Меня зовут Анна Владимировна Остапова, я являюсь научным сотрудником отдела нейроинфекции, органической патологии нервной системы Детского научного клинического центра инфекционных болезней у детей в городе Санкт-Петербурге, врач-невролог. Итак, сегодня мы продолжим разговаривать на тему менингитов у детей. Напомню вам, что 27 августа состоялся семинар, на котором я рассказывала о серозных менингитах у детей. Я вам очень рекомендую, если вы не были, обязательно его послушать для более полного понимания данной проблемы. Но сегодня непосредственно мы будем разговаривать о гнойных менингитах у детей. И постараюсь рассказать вам об основных таких моментах, на которые необходимо обращать внимание. Итак, напомню вам, что менингиты – это группа заболеваний, которая характеризуется наличием воспаления в мягких мозговых оболочках. И менингиты могут быть инфекционные, вирусные, бактериальные, о которых мы сегодня будем разговаривать, грибковые, протозойные. Но и не нужно забывать, что менингиты бывают и неинфекционные природы, например, при системных заболеваниях, при паранеопластических процессах и лекарственных. Напомню вам, что гнойные менингиты – это группа заболеваний, имеющих сходные клинические и патоморфологические проявления, то есть сочетание системной воспалительной реакции с воспалительным процессом в мягких мозговых оболочках в ответ на инвазию различных именно бактериальных агентов. В то время, так как сирозные менингиты могут вызываться как вирусами, так и бактериальные сирозные менингиты тоже встречаются. О них в прошлой лекции я рассказывала. Итак, если говорить о классификации вообще инфекционных менингитов, мы можем различать их по первичности поражения центральной нервной системы и других органов. Они могут быть первичные и вторичные. Ну и по этиологии сегодня мы будем говорить о бактериальных, прежде всего о менингококковом, пневмококковом и гемофильном. По характеру воспаления процесса в оболочках и цереброспинальной жидкости, еще раз повторюсь, что бактериальные – это именно гнойное воспаление. По форме может быть начальный либо выраженный, по характеру течения – молниеносное, острое, когда мы видим процесс до 4 недель, затяжное до 3 месяцев, ну и хроническое – более 3 месяцев, рецидивирующее и осложненное. Ну и по тяжести состояния бактериальные гнойные менингиты бывают тяжелые либо очень тяжелые. Осложнения могут быть со стороны центральной нервной системы, общий инфекционный, о которых мы сегодня тоже подробно поговорим, по патогенезу способу инфицирования – генерализованные, контактные, посттравматические, трансплацентарные, но также внебольничные, назокомиальные могут быть. Если говорить об этиологии гнойных менингитов, вот исследование, метанализ 61-х исследований, опубликованное в 2022 году с различных регионов мира, показывает, что все-таки у нас преобладают основные три возбудителя. В первую очередь это пневмококк, на втором месте это менингококк и на третьем месте гемофильная палочка. То есть эти три возбудителя встречаются наиболее часто во всех регионах земного шара. На данном слайде я представила такую выборку, можно посмотреть на сайте Meningitis Research Foundation. И здесь я отметила всего лишь три возбудителя, менингококк, пневмококк и гемофильную палочку. И представлены здесь дети в возрасте от месяца до 15 лет. То есть неонатальный сепсис не представлен. И на карте можно увидеть самые темные страны. Это страны наиболее благополучные, где реже всего, наоборот, страны, где чаще всего встречаются, светлые страны, где ситуация все-таки получше. Но Российская Федерация находится, так скажем, где-то посредине. Если говорить о числу случаев, вот, например, есть данные за 2019 год, это более полумиллиона случаев. Опять же повторюсь, это дети в возрасте только от месяца до 15 лет и только три основных возбудителя. И из них число смертей за 2019 год практически 100 тысяч. А если прибавить и менингиты другой теологии, то есть неуточненные, но именно гнойные, то число случаев это уже более полутора миллионов, это в мире. И число смертей, да, более 100 тысяч. То есть проблема крайне актуальна на данный момент. Если сказать о Российской Федерации, то по-прежнему наблюдается все-таки довольно высокая заболеваемость менингитами. Опять же, здесь представлены только три основных возбудителя. И дети в возрасте от месяца до 15 лет неонатальный сепсис здесь не представлен. Но, тем не менее, смертность имеет тенденцию все-таки к снижению. Это очень радует. Но, несмотря на это, все-таки менингит и неонатальный сепсис остаются второй по частоте встречаемости инфекции, которая является причиной летальных исходов у детей до 5 лет. Вот данные последние опубликованы в журнале «Эпидемиология вакцина-профилактика» за 2023 год. И что мы можем здесь увидеть? Конечно же, заболеваемость гнойными менингитами в Российской Федерации имеет тенденцию к снижению. Но отмечен был как раз-таки в период 2020-2021 года отмечен был спад. Ну, прежде всего, это было связано с ограничениями контактов в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Поэтому снизилось практически там даже где-то в 2 раза. Но после отмены изоляции в 2022 году вы можете увидеть, что показатель заболеваемости гнойными бактериальными менингитами увеличился практически в 1,5 раза, а генерализованная форма менингококковой инфекции в 2 раза. Но точную заболеваемость бактериальными гнойными менингитами в Российской Федерации мы точно сказать не можем. С чем это связано? Связано это в первую очередь с тем, что вторичные менингиты у нас регистрируются только в тех случаях, когда первоначально больной госпитализируется в непрофильной по основной патологии отделения. Ну, чаще всего в педиатрии это инфекционные отделения. В иных случаях регистрация происходит по профилю первичного заболевания. То есть это либо лор, либо нейрохирургия. А диагноз бактериального гнойного менингита уже выносится в осложнение и не учитывается в общей статистике. Также не попадают в регистрации случаи ненатальных менингитов. Это связано с тем, что у пациентов с неонатальным сепсисом наличие бактериального гнойного менингита часто не диагностируется, так как не проводится лимбальная пункция, не проводится ликварологическое исследование. Что касается летальности при гнойных менингитах. Опять же мы можем увидеть, что летальность все-таки остается на довольно высоком уровне. Но на первом месте по летальности у нас является все-таки летальность при пневмококковых менингитах. Она сейчас достигает где-то от 20 до 22 процентов. На втором месте это летальность все-таки при генерализованной форме менингококковой инфекции. Хотя вот за последние три года все-таки она немножко снизилась. Но опять же, наверное, может быть связано с тем, что меньше регистрировалось. И на третьем месте это гемофильная инфекция около 15 процентов. Что касается данных за 2022 год, здесь указаны все пациенты и взрослого, и детского возраста. То заболеваемость генерализованными формами менингококковой инфекции где-то 16 процентов. Пневмококковый менингит, хочу обратить внимание, что летальность общая целых 30 процентов. А дети от 0 до 4 лет 19 процентов. То есть фактически каждый пятый ребенок с мемококковым менингитом, к сожалению, на данный момент погибает. Ну и гемофильный менингит около 8 процентов. С чем же связано такое течение и исход бактериальных менингитов? Ну в первую очередь с особенностями пациента. Да, это дети младшего возраста. Особенностями возбудителя. И далеко не на последнем месте, к сожалению, находится своевременность и качество оказания медицинской помощи. Опять же причины высокой летальности, да, и тяжелых исходов. В первую очередь биологические, то есть связанные с особенностями взаимодействия макро и микроорганизма. Какие же это особенности? Это быстрота развития критических состояний, это узкое терапевтическое окно, коморбидность. Генетические особенности уже выявлены, которые предрасполагают к осложненному течению бактериальных инфекций. Биологические особенности самого возбудителя, а также формирование новых механизмов резистентности к используемым в лечении бактериальных гнойных менингитов, антибиотиков. И гетерогенные, и социальные, они имеют место быть. Это поздняя диагностика критических состояний, недооценка тяжести состояния и несовершенство оказания помощи на догоспитальном и госпитальном этапах. Сотрудниками нашего центра проведен анализ истории болезни детей с бактериальными гнойными менингитами и с генерализованными формами кококовой инфекции. А также оценены результаты проведенных телемедицинских консультаций. И вот выявили, да, такие основные факторы, влияющие на неблагоприятные исходы. Ну, что касается доврачебного этапа, в первую очередь, конечно же, это отсутствие информированности о ситуации, симптомах, требующих экстренного обращения за медицинской помощью. То есть родители не знают, какие ситуации требуют экстренного обращения за медицинской помощью, что ведет к позднему обращению, да, и, соответственно, к отсрочной госпитализации. На догоспитальном этапе первичная медицинская помощь, часто недооценка тяжести состояния пациента, к сожалению, особенно у деток грудного возраста. Это низкая компетентность в оценке рисков развития критических состояний у детей, низкая настороженность педиатров в отношении тяжелых бактериальных инфекций. Опять же, следовательно, отсрочная госпитализация, либо госпитализация вне профильное отделение, потому что об этом позже скажу. Далеко не всегда проявляются, да, бактериальный менингит, проявляются типичными симптомами у деток раннего возраста. На догоспитальном этапе, что касается оказания, да, бригад, работ бригад скорой медицинской помощи, это в первую очередь длительная более получаса транспортировка без обеспечения сосудистого доступа и налаженной инфузионной терапии. И отсутствие перевода на ЭВЛ при признаках угрозии нарастания внутричерепной гипертензии при развитии септического шока, это часто бывает. И отсутствие преемственности перепередачи пациентов в стационаре, к сожалению. Ну, что касается вот работы, например, нашего центра, если едет подобный пациент, то когда он еще только собирается ехать, он еще в пути, уже знает приемный покой, уже знает отделение реанимации, уже отделение реанимации звонит врачам-консультантам, неврологам, инфекционистам, педиатрам. И пациента еще нет в отделении реанимации, но все врачи уже на готове, и врачи ультразвуковой диагностики в том числе, они уже оповещены. На стационарном этапе, какие же недочеты? Это, опять же, недооценка тяжести состояния при поступлении, что очень важно, и на чем коллеги просили у меня сделать активный акцент, это проведение диагностической лимбальной пункции при наличии показаний. Мы тоже, к сожалению, это видим по историям болезни. Что еще? Недооценка вероятности вторичной природы бактериальных гнойных менингитов, позднее начало адекватной терапии, поздний перевод на ИВЛ, неадекватная антибактериальная терапия, не тот препарат, не та доза, чаще всего. Необоснованы длительные курсы глюкокортикоидов, назначение препаратов без учета их взаимодействия, поздняя диагностика интеркраниальных осложнений и низкая этиологическая расшифровка бактериальных менингитов. Вот постаралась представить вам на каждом этапе, какие основные моменты, на которые вы можете и должны обратить внимание. Как же провести диагностику бактериального гнойного менингита? Ну, в первую очередь, конечно же, мы начинаем с анамнеза. Анамнез, возраст, вакцинация пациента, вакцинирован, не вакцинирован. Это эпиданамнез, контакты, регионы, путешествия, клиническая картина, соответственно, и лабораторные исследования крови и цереброспинальной жидкости. Если говорить о возрастной структуре пациентов, вот доктор медицинских наук Алла Ароновна Вильнис в своей работе проводила анализ пациентов, которые находились у нас в центре на лечение. Это более полутора тысяч пациентов. И какие же особенности? Если говорить о детках до года, то все-таки преобладают у детей до года пневмококковые менингиты. Вот мы можем здесь увидеть, это более 50%. Если говорить о менингококковой инфекции, то тут в принципе в равной степени это детки и до года, и детки до трех лет. То есть основной возраст это детки от нуля до трех лет могут быть. Если говорить о гемофильной инфекции, то все-таки здесь преобладают дети от года до трех и от трех до шести лет. У детей до года все-таки встречается реже. Ну а при менингиты, да, не уточненные этиологии, тут в принципе во всех возрастных группах одинаково приблизительно. Ну и все-таки группа наибольшего риска, да, по всем бактериальным донам и менингитам, это дети в возрасте от нуля до пяти лет. Именно в этой группе самые высокие показатели заболеваемости. Что еще необходимо учитывать? Конечно же, опять же, про возраст больного. Ориентируясь на возраст больного, мы можем предположить этиологию, да, бактериального гнойного менингита. На данном слайде представлено, да, если это детки старше, менее месяца, то это листерии, эшерихиоколи, золотистый стафилококк, липсиелы, сальмонеллы. Если это детки в возрасте от месяца до двух месяцев, да, то это пневмококк, гемофильная палочка, менингококк. Ну и не забывать об эшерихе и коле, о стриптококке. Если все-таки это детки старше двух месяцев и до пяти лет, то это три основные возбудителя. Пневмококк, гемофильная палочка, менингококк. Ну и нужно не забывать, что часто бывают какие-то последствия травм, осложнения нейрохирургических вмешательств. Здесь, соответственно, тоже свои особенности возбудителей. Какие же факторы риска развития гнойных менингитов у детей? В первую очередь это ранний возраст, о чем я вам сказала, да, это детки от нуля до пяти лет. Что еще? Асплиния, сироповидно-клеточная анемия, иммунодефицитные состояния, различные другие воспалительные заболевания, пороки развития со стороны лор-органов, мозговые грыжи, черепно-мозговые травмы и нейрохирургические вмешательства. Поэтому оценка анамнеза, она, конечно же, крайне важна. Данные вакцинации, ну, конечно же, ведение рутинной иммунизации против трех основных возбудителей гнойных менингитов привело к значительному изменению эпидемиологии гнойных менингитов и уменьшило долю этих патогенов. Но почему же сохраняется высокая заболеваемость все-таки гнойными менингитами? Она обусловлена, в первую очередь, теми сиротипами, которые не включены в вакцины. Об этом тоже не нужно забывать. То есть даже привитой ребенок, он может заболеть. Сезонные колебания, они, конечно же, есть. Для гемофильного менингита пик осень и зима. В мемококово-менингококово зима-весна. Ну, в принципе, все равно в течение круглогодичного могут встречаться данные заболевания. Контакты и путешествия тоже необходимо учитывать. Нужно помнить, что выше риски при тесном контакте. Это бытовая скучность, это детские дошкольные учреждения, это проживание подростков, студентов в общежитиях, в учебных заведениях. Ну, и не нужно забывать про путешествия страны Африки. Есть такой менингитный пояс, это средняя часть Африки. Также может быть путешествие в Меку во время хаджа и так далее. То есть это тоже повышает риск менингококовой инфекции у детей. Итак, первое, это анамнез, да, данные эпидемиологические, ну и, конечно же, куда же нам без клиники. Еще раз напомню, я об этом говорила в прошлой лекции, но повторение мать учения, еще раз повторим, какие же основные клинические синдромы, которые помогают нам заподозрить инфекцию центральной нервной системы. В первую очередь это общеинфекционный и общемозговой, далее менингиальный и также у нас может быть очаговая неврологическая симптоматика. Общеинфекционный синдром, что для него характерно? В первую очередь это лихорадка, она может быть от субфибрильной до фибрильной, до 40 градусов. Нужно помнить, что такой температурной реакции выраженной может не быть у деток раннего возраста, до 3 месяцев. И что хочется отметить, эта лихорадка, она особенная, как правило, она плохо снижается на разжаропонижающие средства, либо снижается недостаточно, там где-то на полградуса, либо если снижается, то через несколько часов повышается опять вновь. Могут быть симптомы, ну тут неострореспираторной, острореспираторной инфекции, да, это может быть в горле, насморк, кашель, недомогание, снижение аппетита, боли в мышцах, суставах, диспептические явления, гепатескленомигалия, лимфоденит, лимфоденопатии, а также различные варианты экзантемы, различные варианты сыпи. Ну что хочется сказать, клинически определить возбудителя по характеру сыпи крайне сложно. Вот на данных слайдах представлены все три различные возбудителя, ну, наверное, менингококковую инфекцию генерализованную проще всего увидеть, но я вам хочу сказать, что такая сыпь, она может быть и при двух других возбудителях. Да, она выявляется чаще, реже встречается, но она может быть. Поэтому клинически отлечить, ну, практически невозможно, можно предположить, но сказать с точкой нет. Важно не забывать, что есть и другие причины геморрагической сыпи у детей. Про бактериальные инфекции, да, мы сказали, но это могут быть не только три возбудителя, это может быть и стриптококк, иерсиниоз, и гонококковая инфекция, про это тоже нужно не забывать. При различных инфекционных заболеваниях, интеравируса, типичная корь, геморрагические лихорадки тоже может быть похожая сыпь. А также не нужно не забывать, что есть неинфекционные причины, такие как геморрагический воскулит, коглопатия, различные гемобластозы, при которых тоже может быть похожая сыпь. Поэтому часто дифференцировать на этапе госпитализации пациента бывает непросто. Ну вот на данном слайде представлены несколько пациентов, которые поступили все в наш центр с направительным диагнозом генерализованной формы менингококковой инфекции. Ну и что же мы в итоге имеем, да, это грипп, можно увидеть, какая сыпь может быть, это корь, в принципе, типичная, и также вот геморрагический воскулит, болезнь веры льгофа, поэтому если, так скажем, глаз не наметан на такую сыпь, то, конечно, можно на первом этапе ошибиться. Как же может лабораторная диагностика помочь, да, при геморрагическом синдроме? Ну, коглограмма входит в тот лабораторный минимум, который необходимо взять у пациента в процессе поступления в стационар. И на слайде представлено, не буду сильно подробно останавливаться, представлено, какие изменения характерны, да, для различных состояний. Следующее, то есть мы сказали, да, об общеинфекционном синдроме, о сыпи, которая может быть абсолютно различной, различной локализации. Следующее, это менингиальный синдром. В первую очередь, что это? Это головная боль распирающего характера, максимум интенсивности в лобно-височной области. Что можно отметить? Это головная боль, но если говорить о детках более старшего возраста, то она усиливается при вертикализации пациента, поэтому детки, ну, зачастую не хотят, да, даже вставать и так далее. Что еще? Рвота. Причем рвота, это может быть и однократная, и многократная рвота. Рвота, которая не связана с приемами пищи и не приносит облегчения. Как правило, при каждом последующей эпизоде рвоты пациенту становится все тяжелее и тяжелее. Что еще? Светобоязнь, боязнь громких звуков, такая тактильная гиперэстезия. Ну и, конечно же, положительные менингиальные симптомы. Их очень много, но мы проверяем три основные. Это ригидность затылочных мышц, то есть невозможность пригибания головы, груди в результате напряжения мышц разгибателей шеи. Это симптом Кернига, то есть невозможность разгибания в коленном суставе ноги, согнутой в коленном и тазобедренном суставе под углом 135 градусов. Но нужно не забывать, что симптом Кернига может быть физиологичным у детей до 4 месяцев. Это связано с таким физиологическим гипертонусом у новорожденных. И симптом Бронзинского, то есть сгибания ног в тазобедренных и коленных суставах при пригибании головы к груди. Что еще мы можем увидеть, особенно у деток раннего возраста, это менингиальная поза. Такое характерное положение пациента, когда у нас голова запрокинута к сзади, имеется выраженная ригидность затылочных мышц, стуловище вытянута, как будто дальше называют поза легавой собаки перед стартом, руки плотно прижаты к грудной клетке, ноги также подтянуты к животу, так называемая менингиальная поза. Следующее, что мы сказали об общем инфекционном синдроме, менингиальном и общемозговой. В общем мозговой синдром включается нарушение сознания поведения. Как правило, у детей с бактериальным гнойным менингитом все-таки это сомноленция, сопоры, вплоть даже до комы. Но такое возбуждение, инфекционный делирий бывает крайне редко. Все-таки это больше, наверное, характерно для серозных менингитов. Ну и не нужно забывать про длительность сна. То есть родители часто жалуются, что там ребенок много спит. Что значит много спит? Есть определенные нормы. Конечно, каждый ребенок индивидуален, но об этом тоже нужно помнить. Для деток до года, до полутора лет, сколько часов, длительность сна, сколько они должны спать в сутки. Если больше этого, тогда уже мы говорим о какой-то повышенной сонливости. Что еще мы можем увидеть? Очаговую неврологическую симптоматику. Это судорогие, двигательные, сенсорные нарушения. В результате чего они возникают? Да, диффузный отек и гипоперфузия вещества головного мозга. Либо в результате очагового поражения, либо интракраниальных осложнений при бактериальных гнойных менингитах. Что еще может быть? Энцефалическая реакция. Что же это такое? Это такая неспецифическая реакция мозга в виде пароксизмальных расстройств и появления очаговых симптомов, которые продолжаются не более пяти дней, и в последующем с полным регрессом неврологических нарушений на фоне стихания инфекционного процесса. Такое часто тоже можно увидеть, например, при гемофильных менингитах. Последние два ребенка, брат, две сестрички, погодки. И косоглазие было из очаговой такой симптоматики, но после того, как внутричерепная гипертензия, так скажем, была пролечена, то полностью симптомы регрессировали, и на МРТ там тоже никаких изменений не было. Какие же особенности проявления менингита у детей раннего возраста? Что нужно помнить? Резкое беспокойство ребенка. Это я говорю о детках все-таки до года. Резкое беспокойство. Что еще? Гиперэстезия. Как она проявляется? Мама может пожаловаться, либо папа, что они берут ребенка на руки, но успокоить его не могут. Ребенок кричит еще больше. Это монотонный плач, такой мозговой плач. Постанывание. Может быть, тремор рук и подбородка. Обильные срыгивания. Ну, рвота у детей до года бывает редко, но вот обильные срыгивания бывают. Нарушение сознания. Судороги могут быть, причем где-то в третьих случаях. Расширение венозной сети на голове. Запрокидывание головы назад по залегавой собаке. Сыпь может в дебюте быть у 15-20%. И что хочется отметить? Необходимо обязательно обращать внимание на большой родничок, на его размеры, на выбухание, западение, также на наличие либо отсутствие его пульсации. Потому что отсутствие пульсации может быть признаком тромбоза сагитального синуса. А наоборот, западение родничка с исчезновением пульсации, например, признаком дислокационного синдрома. Поэтому на большой родничок необходимо обращать внимание. Ну и что хочется еще сказать, например, для педиатров, амбулаторного звена и врачей, обязательно нужно, если у вас лихорадище ребенок, его нужно обязательно раздеть полностью. Если вы приходите домой, спит он, не спит, значит, нужно его разбудить, нужно раздеть полностью, осмотреть ягодицы, осмотреть бедра, потому что именно на ягодицах и бедрах зачастую, в первую очередь, появляется сыпь, добиться от него какого-то продуктивного контакта, посмотреть, может быть, как он сосет грудь и так далее. Особенности у подростков и молодых людей, в принципе, такие же, лихорадка, боли в конечностях, светобоязнь, сонливость, спутанность сознания, судороги может быть, сыпь, холодные руки и ноги, озноб, учащенное дыхание, такое чувство скованности в шее. У какой группы пациентов могут отсутствовать специфические проявления нейроинфекции? В первую очередь, о чем я еще расскажу, это дети первых месяцев жизни, в первую очередь, новорожденные. Вы у них не увидите такой классической, может, клинической картины, да, общеинфекционной, общемозговая, менингиальная симптоматика, ее может не быть. Это пожилые люди старше 65 лет, это пациенты с различными иммунодефицитными состояниями, и дети с фоновой неврологической патологией, да, например, детки с ДЦП. Что еще хочется отметить, что наличие классических симптомов, да, менингита, не всегда означает, что больной переносит гнойный менингит. Так же, как и в обратную сторону, отсутствие специфических менингиальных симптомов, особенно у детей раннего возраста, не исключает диагноз гнойного менингита, да, менингиальных симптомов у деток раннего возраста может вообще никаких не быть. Потому что вот для детей первых лет, особенно первых месяцев жизни, характерна такая диссоциация менингиальных симптомов, и при бактериальном гнойном менингите менингиальные симптомы могут отсутствовать в первые часы от начала заболевания, например, у детей в крайне тяжелом состоянии при отеке набухания головного мозга, при дислокационном синдроме, но также могут быть и ложноположительные менингиальные симптомы, которые выявляются у детей с фоновой неврологической патологией, ну, например, крайне сложно оценить менингиальные симптомы у ребенка, например, с детским церебральным параличом, когда он поступает. Хочу обратить ваше внимание пристальное на неклассические проявления бактериального гнойного менингита в дебюте. Что это может быть? Например, инсультоподобный дебют часто встречается при гемофильных и пневмококковых менингитах, может встречаться при гемофильных и пневмококковых менингитах у подростков, когда на фоне лихорадки, на фоне общеинфекционного синдрома остро возникает клиника острого нарушения мозгового кровообращения. Какое? То есть это порезы, нарушения речи, судороги, в дальнейшем прогрессирование общемозговых нарушений. И что мы тоже часто, тоже были у нас такие пациенты, это клиника острого живота в дебюте генерализованной формы менингококковой инфекции для менингокока серогруппы W у подростков и молодых взрослых. То есть в дебюте клиника острого гастроэнтерита либо пневмонии. Не так давно был у нас подросток, по-моему, 15-16 лет, который то ли двое, то ли трое суток находился с диагнозом аппендицит под вопросом в хирургическом стационаре. Потом не могли никак разобраться, потом у него появились первые элементы геморрагической сыпи, тогда уже он был переведен к нам в стационар. Но, к счастью, там все благополучно закончилось. И что хочется еще раз отметить, то есть вот, например, систематический обзор более 60 публикаций касательно менингококка W. Первую очередь это лихорадка, рвота, кашель, боль в горле, диарея среди частоты встречаемости симптомов. И только вот на раз, два, три, четыре, на шестом месте, например, это головная боль. То есть симптоматика может быть чрезвычайно различна, об этом необходимо помнить. Ну и, конечно же, лабораторная диагностика. Куда без нее? Золотым стандартом является диагностическая лимбальная пункция, которая должна проводиться всем больным с подозрением на менингит. Другого никакого метода постановки диагноза менингит в мире не придумано. Не буду повторяться, я об этом говорила в прошлой лекции, какие должны быть иглы, где должна проводиться лимбальная пункция и так далее. Поэтому советую вам посмотреть предыдущую лекцию. Но еще раз хочу ваше пристальное внимание обратить, что лимбальная пункция должна проводиться только после стабилизации пациента, при отсутствии противопоказаний. Еще раз повторюсь, какие это противопоказания? Это нарушение уровня сознания по шкале комоглазга менее 9 баллов или фликтуирующее сознание. Это относительная брадикаргия и гипертензия, очаговая неврологическая симптоматика, судороги, нестабильная гемодинамика, неадекватная реакция зрачков на свет, синдром кукольных глаз, септический шок, прогрессирующая геморрагическая осыпь, нарушение гемостаза, уровень тромбоцитов менее 100, проводимая антикоагулянтная терапия, локальная инфекция кожи и мягких тканей в зоне проведения лимбальной пункции, дыхательная недостаточность. Все это является противопоказанием для проведения лимбальной пункции. Спрашивают всегда, какое обследование нужно проводить перед лимбальной пункцией. В первую очередь мы с вами клиницисты, поэтому клинический осмотр. Это соматический статус, это неврологический статус с оценкой уровня сознания. Второе, это лабораторное обследование, общий клинический, биохимический анализ крови и коаголограмма. Обязателен осмотр офтальмолога у детей раннего возраста, это проведение нейросонографии. И в нашем центре уже много лет используется УЗИ зрительных нервов для оценки степени ВЧГ и риска развития отека головного мозга. Об этом позже скажу. Повторюсь, что рутинное проведение компьютерной томографии, МРТ головного мозга каждому пациенту перед проведением лимбальной пункции нецелесообразно. Почему нецелесообразно? Потому что можно ориентироваться на другие методы. И есть исследования, что риск дислокационного синдрома при проведении лимбальной пункции у больных с гнойными менингитами на фоне нарастающей внутричерепной гипертензии составляет целых 3%. При этом у большинства погибших пациентов на предварительно проведенной компьютерной томографии головного мозга отсутствовали признаки вклинения. То есть вы можете сделать компьютерную томограмму либо МРТ, вы там не увидите начинающегося отека и пропунктируете пациента. Поэтому клиника, лабораторное обследование, глазное дно в первую очередь. Ну и хочется вам напомнить про показания для нейровизуализации при бактериальных гнойных менингитах. Что это может быть? Это может быть компьютерная томография головного мозга с контрастом, КТ-ангиография, МРТ, МР-ангиография, головного, спинного мозга, МРТ позвоночника, если мы вторичный какой-то процесс подозреваем. Нужно помнить, что нейровизуализация должна проводиться при стабильной гемодинамике. Вы должны оценивать необходимость транспортировки пациента к месту проведения исследования. Перемещение пациента с бактериальным гнойным менингитом даже в пределах одного помещения может привести к ухудшению его состояния. А если вам нужно ввести для этого пациента в другой корпус, а он, например, находится на ИВЛ уже, либо вам нужно транспортировать в другое учреждение, то тут нужно оценивать, действительно ли это вам нужно, либо можно воспользоваться другими методами, о которых сейчас позже скажу. Когда все-таки нужно делать нейровизуализацию? Это подозрение на вторичную природу гнойного менингита, это наличие фонового заболевания центральной нервной системы, длительные судороги, особенно фокальные, очаговая неврологическая симптоматика, иммунодефицитные состояния и наличие интеркраниальных осложнений. Какие могут быть осложнения после лимбальной пункции? Не буду подробно останавливаться. Все-таки чаще всего постпункционная головная боль до 30% пациентов. Но вот в своем стационаре мы видим это, как правило, подростков при серозных менингитах. Есть на сайте Формомед переведенные клинические рекомендации, составленные по постпункционной головной боли. Я думаю, что это более актуально будет специалистам, которые занимаются эпидуральной анестезией. Можно подробно почитать и ознакомиться с критериями постановки диагноза, какая терапия может проводиться. Там больше, конечно, говорится о взрослых пациентах. Еще раз про осложнения лимбальной пункции. Всегда, когда поступает такой пациент с менингитом под вопросом, тут чаша двух весов. С одной стороны, конечно, вы хотите выполнить лимбальную пункцию как можно быстрее подтвердить диагноз, получить этиологическое обследование, назначить терапию. Но если вы сомневаетесь, если все-таки вы выявили какие-то противопоказания для лимбальной пункции, которые я перечислила ранее, нужно еще раз оценить наличие противопоказаний, оставить пациента для динамического наблюдения и назначить эпидурическую стартовую терапию, тем более, что она прописана, и дальше о ней я подробно расскажу. Поэтому, если сомневаетесь, оставьте под наблюдение пациента. Можно часто, например, пациента к нам приходишь утром на работу, в реанимации, пациент на ЭВЛ с диагнозом бактериальный гнойный менингит. Берешь историю болезни, смотришь, что пациент, например, накануне поступил в какое-то другое учреждение, ну там, в Ленинградской области, к примеру, да, с симптоматикой общей мозговой, общей инфекционной, его тут же там пропунктировали, и потом пишут, что через 2-3 часа ухудшение состояния, нарушение сознания, либо там генерализованные судороги и так далее. Ну, то есть в таком случае мы можем предполагать, что все-таки пациента пропунктировали, да, на начавшемся отеке головного мозга. Поэтому не торопитесь, коллеги тоже об этом просили 10 раз сказать, что при анализе истории болезни, телемедицинских консультаций, мы довольно часто понимаем, что пропунктировали ребенка при наличии противопоказаний, и это привело к таким более худшим последствиям. То есть повышенное внутричерепное давление может привести после лимбальной пункции к смещению структур ствола мозга и миндалин мозжечка, и важно тщательно контролировать состояние больного в первые 24 часа после ЛП. И при первых признаках начинающегося вклинения, то есть это ухудшение сознания, глазодвигательные, бульбарные нарушения, да, там перевод на ИВЛ, манитол, кортикостероиды и так далее. Лабораторная диагностика менингитов. Ну, конечно же, это исследование цереброспинальной жидкости, цитоз, белок, глюкоза, лактат, обязательно микроскопия мозгов, окрашенных по грамму, посев, ПЦР, реакция латексоглютинации. Дополнительно, если вы сомневаетесь, понятно, да, что это могут обследования на различные герпес-вирусы. Ну, и не нужно забывать, у нас сейчас все-таки продолжается эпицезон клещевых инфекций, и по правилам все пациенты с любыми нейроинфекциями должны быть обследованы на вирус клещевого энцефалита, боррелия, на плазму, эрлихий, обязательно, даже если до этого это бактериальный гнойный менингит. Итак, микробиологическая диагностика, о чем нужно помнить, это посев крови до начала антибактериальной терапии с определением чувствительности выделенной культуры к антибиотикам. Это ПЦР крови и образцов цереброспинальной жидкости, особенно при проведении исследования уже на фоне предшествующей антибактериальной терапии. Что еще? Это определение антигена основных возбудителей бактериального гнойного минингита в образцах ликвара. В крови, что всегда мы используем, это прокальцитонин, это цирреактивный белок, это лактат, да, которые, соответственно, повышаются при бактериальных гнойных менингитах. Ну и напомню, я думаю, что все вы это прекрасно знаете, но табличку такую все равно удобно и полезно иметь перед собой всегда. Показатели цереброспинальной жидкости в норме и при менингитах различной этиологии. Ну, соответственно, при бактериальной менингите повышенное давление, ликвар мутный, это нейтрофильный палеоцитоз, но нужно помнить, что у новорожденных, да, он может быть довольно невысокий, это может быть низкая глюкоза, но это при окраске по грамму выявление бактерий. Итак, клиника, лабораторные критерии постановки диагноза, когда мы можем поставить бактериальный гнойный менингит. В первую очередь, клинические проявления, синдром системной воспалительной реакции, нейтрофильный палеоцитоз, плюс выявление возбудителя в цереброспинальной жидкости. Это либо культура, либо ПЦР. Второе, это клинические проявления, системная воспалительная реакция, плюс выраженный нейтрофильный палеоцитоз, но при отсутствии установленного возбудителя, тогда это бактериальный гнойный менингит, не установленная этиология. И третье, это клинические проявления менингита и или системная воспалительная реакция, либо клиника сепсиса для детей раннего возраста и иммунокомпроментированных лиц, плюс выявление возбудителя в цереброспинальной жидкости при нормоцитозе или невысоком нейтрофильном или смешанном плеоцитозе. О чем я вам говорила, у деток раннего возраста, у новорожденных, у иммунокомпроментированных лиц далеко не всегда бывает высокий плеоцитоз, он может быть совсем невысокий или даже смешанный нейтрофильный лимфоцитарный. Дивдиагноз, с чем мы проводим? С серозными менингитами, соответственно, да, серозные менингиты тоже могут быть, бактериальная этиология, об этом в прошлом семинаре я говорила, да, с вирусными энцефалитами, с абцессами мозга, с черепно-мозговой травмой, с оборохноидальными краевоизлияниями, с асептическими менингитами и при наличии сыпи с заболеваниями, для которых характерна экзантема. Об этом тоже нужно обязательно помнить эту схему, иметь перед глазами. Спрашивали в прошлой лекции про синдром менингизма, как же мы можем клинически отдифференцировать и поставить синдром менингизма. В принципе, синдром менингизма клиническими проявлениями никак не отличается, да, это общий инфекционный синдром, это общемозговая симптоматика, это менингиальная симптоматика, то есть в любом случае вы такого пациента должны пропунктировать, но в пункции будет нормоцитоз, да, белок в норме, соответственно, вы там не выявите никаких возбудителей, тогда вы можете поставить синдром менингизма, ну, например, там грипп, синдром менингизма и так далее. Ну, несколько таких слайдов, коротко расскажу о трех основных возбудителях. Ну, первый, конечно же, это менингококковая инфекция. На слайде показано глобальное распространение различных серогрупп менингококка, которые вызывают инвазивные формы менингококковой инфекции. Ну, вот в Российской Федерации, да, все-таки основной это менингококк серогруппы А, потом С и реже встречаются В и В. Ну, напомню, что не серия менингитис, это граммоотрицательный диплококк, оптимальная температура роста плюс 37, во внешней среде неустойчив. Ну, этим объясняется особенность такой, например, для скученности, да, когда, например, студенты живут в общежитии и так далее, тоже может быть распространение. Выделено всего 13 серотипов, наибольшее значение имеют А, В, С, Д, Х, В, С, Т, Т, И, И, ну, с многочисленными подтипами, и иммунитет типа специфичен. Какая же заболеваемость генерализованной формы менингококковой инфекции у детей и взрослых в Российской Федерации? Ну, как показано на слайде, конечно, заболеваемость там вот за последние 10 лет она снижается и у детей, и у взрослых. И что касательно штаммов менингококка в разных возрастных группах, ну, например, для деток до года все-таки это менингококк больше Б, либо неуточненный. Дети 2-4 лет тоже это менингококк группы А больше преобладает А и Б, дети более подростки чаще менингококк группы А выделяется, поэтому, ну, все равно все эти штаммы, да, есть, ну, кроме менингококкокка группа Б в вакцине все равно деток нужно обязательно прививать. Помним, что менингококковая инфекция это типичный антропонос, источник, менингококкноситель, больные назофарингитом и генерализованными формами инфекции, путь передачи воздушно-капельный, контактно-бытовой, входные ворота это слизистая верхних дыхательных путей, ну, и, как я уже сказала, наиболее угрожаемый возраст дети до 3 лет. То есть у нас есть назофарингеальная стадия, может быть бессимптомное менингококкносительство, а может развиваться менингококковый назофарингит, то затем лимфогематогенная диссеминация и генерализованная форма инфекции. Ну, и, конечно же, нужно помнить об особенности этой инфекции, когда, например, вы собираетесь водить при подозрении на менингококковую инфекцию на догоспитальном этапе антибиотики, что гибель менингококков вызывает быстрое нарастание эндотоксина в крови, что приводит к септическому шоку и отеку головного мозга. И причинами летального исхода у нас являются синдром Уотерхауса Фредериксона, то есть молниеносная форма менингококковой инфекции, когда есть тотальное кровоизлияние в надпочечнике и некроз коркового слоя почек, и менингит с развитием отека головного мозга и дислокационным синдромом в большое затылочное отверстие. Какие же клинические формы менингококковой инфекции чаще всего встречаются? По данным нашего центра, за последние несколько лет все-таки в равной где-то степени встречается менингококцемия с менингитом, и в половине случаев это изолированная менингококцемия, либо менингит без менингококцемии в 22% случаев. Какие же клинические особенности инвазивной менингококковой инфекции? Нужно помнить, что даже при адекватном лечении, к сожалению, менингококковая инфекция может стать причиной смерти пациента в течение нескольких часов от возникновения первых симптомов. Опять же, основная группа риска – дети раннего возраста. Нужно помнить, еще раз повторюсь, про неспецифическую симптоматику в дебюте заболевания. Это может быть просто простуда, это кишечная инфекция, это аппендицит, как я вам рассказывала про мальчика. Это сложность клинической диагностики до появления характерной сыпи. Это короткий промежуток времени от первых симптомов до развития критического состояния вплоть до летального исхода. К сожалению, тяжелое течение заболевания более чем в половине случаев и высокая частота тяжелых последствий у выживших. Какие же клинические особенности менингококковой инфекции? Это острейшее начало, лихорадка, выраженная интоксикация, геморрагическая сыпь, общемозговая менингиальная симптоматика. Что необходимо помнить? Каких клинических особенностей менингококковой инфекции необходимо помнить? Когда вы видите такого пациента, обязательно уточнять время появления первых элементов сыпи, характер, локализацию, динамику изменений. Мы всегда рекомендуем, если вы видели какой-то элемент сыпи, обязательно его обвести той же самой ручкой, фломастером, чем угодно, чтобы следить за появлением новых элементов. Какая еще особенность? Часто появление геморрагических элементов предшествует так называемая разиолезная или разиолезно-популезная сыпь, раж-сыпь. Часто она расценивается как аллергические проявления. К сожалению, нужно об этом тоже помнить. Если мы видим распространенное появление геморрагической сыпи без предшествующей раж-сыпи в течение нескольких часов от дебюта заболевания, это может свидетельствовать о крайней степени тяжести заболевания. Что еще? Опять же, нетипичная симптоматика, жалобы на абдоминальные боли и боли в животе, в конечностях, на фоне фибрильной лихорадки. Если вы видите такого пациента, это является красными флагами генерализованной бактериальной инфекции, которая может протекать синдромом сепсиса и так далее. Поэтому такие пациенты обязательно подлежат госпитализации. Наличие головной боли и рвоты чаще, конечно же, наблюдается при наличии менингита. Она может выявляться и при отсутствии воспалительных изменений в цереброспинальной жидкости. На слайде представлены фото из архива Аллы Ароны Вильнис, доктора медицинских наук. Вот такая совсем разнообразная варианты сыпи могут быть при инвазивной менингококковой инфекции. И такая раж сыпь похожа на аллергическую, и маленькие геморрагические элементы, точечные, большие. Ну вот как у показанного пациента, да, обязательно нужно обводить элементы первые, да, для того, чтобы следить в дальнейшем, как они прогрессируют и как появляются. И хочется вам представить такой небольшой клинический случай. Мальчика 16 лет решила взять благополучный случай, потому что думаю, что вы и так понимаете всю серьезность ситуации, насколько может быть опасна, да, данная инфекция. Итак, анамнез. Анамнез в жизни не отягощен, пациент рос, развивался по возрасту, вакцинирован в соответствии с национальным календарем профпрививок, от гриппа менингококковой инфекции не привит. Эпиданамнез. Что необходимо учитывать? Сезон январь, зима. Учится в профучилище и ребенок проживает в общежитии. То есть один находится первые трое суток. У ребенка лихорадка до 39,5, рвота по 2-3 раза в день, диффузная головная боль, сухой скудный кашель, насморк. Ребенок самостоятельно принимал жаропонижающий с короткоревным эффектом, но это ему не помогало. Но все-таки потом по настоянию родителей была вызвана скорая медицинская помощь, и ребенок к нам госпитализирован в стационар. При поступлении лихорадка до фибрильных цифр, головная боль, светобоязнь, боли в животе, да, сыпи на тот момент не было, умеренный катаральный синдром. Менингиальные знаки были сомнительны, очаговая неврологическая симптоматики не выявлено. И так как это был январь месяц, начало эпицезона, ну, продолжение эпицезона гриппа, в приемном покое ребенок расценен как грипп, острая кишечная инфекция под вопросом, но по тяжести состояния, он уже болел, да, там, четвертые сутки, он госпитализирован в отделении реанимации. И в дальнейшем в отделении реанимации уже начата антибактериальная терапия с момента поступления, инфузионная терапия и уже в стационаре появление нарастания геморрагической сыпи на теле и конечностях лице, которая не исчезала при надавливаниях, размерами от очечной до 1-3 мм и резко положительные менингиальные знаки. В крови выраженный лейкоцитоз, прокальцитанин повышен до 6, цирреактивный белок до 230 и конечно же по клинико-анамнестическим данным ребенку поставлена генерализованная форма минкококковой инфекции, минкокцимия, гнойный менингит. Противопоказаний на тот момент не выявлено, ребенок пропунктирован, цитоз более 17 тысяч клеток, третей, значит, нейтрофильного характера, белок практически 2 грамма. Ну и клинический диагноз, генерализованная форма минкококковой инфекции, минкококцимия, гнойный бактериальный менингит. Ну вот так выглядела сыпь у мальчика, все-таки небольшие элементы, точечные от 1 до 3 мм. При этиологическом обследовании крови и ликвара выделен менингококк типа А, РНК гриппа А и Б отрицательно. Терапия продолжена, инфузионная в режиме нормогидратации, противоотечная, антибактериальная цифториакцион, да, в дозе менингитной 2 грамма 2 раза в день на 7 дней, нейрометаболическая терапия. И в динамике уменьшилась интоксикация довольно-таки быстро, менингиальные симптомы регрессировали, сыпь ребенка не нарастала. Ну, почему еще решила представить такой клинический случай? Было обострение простого герпеса, да, на подбородке, на фотографии вы можете увидеть, что свидетельство это в таком иммунодефицитном состоянии, конечно же, на фоне генерализованной бактериальной инфекции. И назначен был еще ацикловир перорально. И на седьмые сутки антибактериальной терапии проведена контрольная лимбальная пункция, хорошая положительная динамика, да, ликварсонирован, курс антибактериальной терапии закончен, в крови тоже лейкоцитоз в норме, показатели прокальцитанина, ЦРБ тоже нормализовались, и ребенок выписан с выздоровлением без какого-то вообще неврологического дефицита. Ну, то есть мальчику так очень повезло. Ну, какие же особенности, да, то есть это начало совпало с периодом, эпидемиологического подъема гриппа, поэтому то, о чем я вам говорила, да, может цепи не быть, диагноз нужно проводить. Позднее обращение, все-таки это на третьи сутки после дебюта заболевания. У ребенка было длительно компенсированное состояние в течение трех суток, не было генерализации процесса. Развитие вторичного иммунодефицита в виде, да, обострения простого герпеса. Ну, и несмотря на тяжесть состояния, благоприятный исход, скорее всего, конечно же, это обусловлено все-таки особенностью, не столько особенностью возбудителя, сколько высокой резистентностью ребенка к данной инфекции. Ну, и помнить, что, да, группа риска – это подростки наряду с детьми раннего возраста, что обусловлено, да, гормональным статусом и коллективностью. Гемофильная инфекция. Различают шесть сиротипов. Сиротипы являются наиболее частным возбудителем гнойных менингитов и других инвазивных форм инфекции. Типичный антропоноз, тоже источник только человек, передача воздушно-капельная. Нужно помнить, что среди здоровых детей до пяти лет 70%, до 70% являются носителями. У старших детей это до 60% и взрослые также до 40% могут являться носителями гемофильной инфекции. Заболеваемость, опять же, это детки от года до трех лет, как я сказала. Ну и гемофильный менингит может быть первичный, когда входные ворота это носоглотка и бронхи, дальше гематогенная диссеминация, увеличенная проницаемость гематоэнцефалического барьера менингита. Может быть при вторичной, например, при гнойных процессах в лорорганах, при травмах черепа, при пороках развития черепа с ликвареей. Об этом обязательно нужно помнить. И у большинства, в отличие, например, от менингококковой, где острое начало, и даже родители часто указывают время, час, когда ребенок заболел, для пациентов с гемофильными менингитами они обычно развиваются на фоне течения уже острой эспираторной инфекции, когда на пятые-седьмые сутки от начала катаральных явлений возникает повторное повышение температуры до фибрильных цифр, постепенное нарастание общемозговой менингиальной симптоматики. Сыпь геморрагическая возникает у 10-20%, не обильная, преимущественно на ногах, поэтому важно детей обязательно всех раздевать. Ну вот до 5% случаев сыпь все-таки может быть при гемофильной инфекции обильной и малоотличима от такой применингококковой. То, о чем я вам говорила, клинически сложно отличить. Ну и пневмококковый менингит, который отличается наиболее тяжелым течением, более 90 стеротипов пневмококков, до 50% здоровых детей являются носителями пневмококка на слизистых верхних дыхательных путей, чаще болеют дети до 2 лет и старше 10 лет. Опять же, то, о чем я вам говорила, по возрасту пациента мы тоже можем судить о предполагаемом возбудителе. Ну, половина случаев это первичный менингит, да, когда у нас превалирует поражение центральной нервной системы на фоне интоксикации, бактериемии, и половина приблизительно в случаев это вторичный менингит, наличие первичного очага инфекции, это может быть айтит, гайморит, фронтит, пансинусит. Поэтому осмотр лора всех пациентов при поступлении с подозрением на бактериально-гнойный менингит это обязательно. Что хочется отметить, нередко предшествует какая-то черепно-мозговая травма, ушиб головы, начало заболевания также быстро нарастает, это в течение первых суток, двое суток симптомы интоксикации, лихорадка до фибрильных цифр. И вот пневмококковый менингит почти всегда имеет клинику менинга энцефалита. Очень рано появляется очаговая неврологическая симптоматика, до 70% детей какая очаговая симптоматика, это судорожный синдром. С чем же это связано? Это связано с развитием отека головного мозга, с явлением дислокациями, дислокации с развитием воскулитов, инфарктов головного мозга. Поэтому при пневмококковых менингитах, а такие мы самые тяжелые последствия наблюдаем. Какая же тактика? Если вы подозреваете, если у вас даже возникла мысль о бактериальном гнойном менингите, конечно же, вы должны пациента отправить на экстренную госпитализацию, причем, учитывая риск развития жизнеугрожающих состояний, ситуации до стабилизации, это все-таки должно быть отделение реанимации и интенсивной терапии. Дальше это может быть, когда вы провели диагностику, например, если это вторичная менингит, госпитализация по профилю основного заболевания, где производится хирургическая санация гнойных очагов. Важно помнить и знать, что для того, чтобы своевременно заподозрить гнойный менингит, конечно же, необходимо иметь определенную настороженность, знать, какие возрастные особенности, о которых я говорила, какие могут быть нетипичные проявления, активно выявлять синдромы, которые позволяют заподозрить или исключить острую нейроинфекцию. Каждый лихорадищий ребенок должен быть детально осмотрен с оценкой уровня сознания, состояния дыхания, кровообращения, кожных покров, необходимо отмечать показатели ЧСС, чистоту дыхания, уровень сознания, время и объем последнего мочи и спускания. Это нужно делать обязательно. И на какие же вопросы вы должны ответить, когда вы видите ребенка, у вас возникло подозрение на бактериальный гнойный менингит? Это наличие или риск развития критического состояния у ребенка? Да, все-таки это наличие менингита, да или нет? Если менингит есть, то какой наиболее вероятный механизм инфицирования? Это все-таки первичный, либо повторный, вторичный, либо повторный? Какие клинические признаки критического состояния? Любая степень нарушения сознания и нарушение изменения внешнего дыхания могут свидетельствовать, да, внутричерепной гипертензии, отеки головного мозга, либо о тяжелом ацидозе. Если мы говорим про шок, то к этим первым двум прибавляется еще нарушение микроциркуляции. Как же оно проявляется? Это гипотермия конечностей, мраморность кожи, цианоз кожных пахровов, увеличение времени капиллярного наполнения. Это снижение диуреза, учащение ослабления пульса и несоответствие ЧСС температуре тела. Поэтому эти признаки нужно обязательно выявлять на самых ранних стадиях и о них нужно знать. Не будем подробно останавливаться на шкалах оценки нарушения сознания, я думаю вы все их прекрасно знаете, если нет, то можно будет в записи, потом обязательно посмотреть, там сделать скриншот, но они практически во всех учебных пособиях также есть. Да, что мы оцениваем? Открывание глаз, вербальную реакцию, что ребенок делает, отдельные слова произносит, звуки и так далее. И оцениваем движение. И шкала оценки КОМ и Глазго-Питтсбург, стволовые рефлексы мы оцениваем, также по сумме баллов, да, минимальная это 6 баллов, максимальная 12, ну то есть чем выше балл, тем лучше. В клиническом осмотре, что нам может указывать на отек головного мозга, на признаки дислокационного синдрома? Первое, это конечно же нарушение сознания, имел менее 9-10 баллов по шкале КОМ и Глазго, либо флюктуирующее сознание, когда ребенок то контактен, то неконтактен и так далее. Что еще? Ненормальная двигательная реакция на раздражение, ну соответственно на болевое раздражение, патологическая поза, нарушение зрачковых реакций, патологические окулоцефалические рефлексы, до которых я сказала на слайде ранее были, диспноя, это сочетание артериальной гипертензии, брадикардии и диспноя, такая отряда Кушинга, это судороги и это любая чуговая неврологическая симптоматика. Ну еще раз повторюсь, что нужно сделать, если гнойный менингит поступает, вы подозреваете, первое, это оценка состояния, ну ABC, все врачи-реаниматологи знают, проходимость дыхательных путей, дыхание, ЧСС, оценка уровня сознания, это менингиальные знаки обязательно мы оцениваем, выявляем очуговую неврологическую симптоматику, обязательно оценка кожных покровов, что мы можем увидеть, наличие каких-то ангиом, участков гипертрихоза, какие-то невусы, какие-то популезные, пустулезные элементы той же локализации, например, в паравертебральной области могут указывать на спинальные какие-то дезорофии, дермальные синусы, обязательно экстренный осмотр лор врача, для того, чтобы стучить, да, опять же, какой-то вторичный менингит, офтальмоскопия, да, с оценкой глазного дна, нейросонография, УЗИ зрительного нерва, при помощи которой мы можем оценить выраженность внутричерепной гипертензии, и обязательно акустические стволовые вызванные потенциалы. Если говорить про анализы крови, да, клинический анализ крови, КСС, лактат, глюкоза, мочевина, креатинин, трансаминазы, билирубинцы, реактивный белок, обязательно посев крови до начала антибактериальной терапии, окраска мазков крови по грамму, при подозрении на менингококковую инфекцию, также мы еще берем мазок из носоглотки для выявления менингокока, но, к сожалению, клинически вот без дополнительных обследований в большинстве случаев вторичная природа гнойных менингитов, она не останавливается и может быть выявлена только после проведения дополнительного обследования. Какие же могут быть осложнения в остром периоде бактериальных гнойных менингитов и генерализованной формы менингококковой инфекции? Они делятся на интракраниальные, внутричерепные, да, либо церебральные, ли и внечерепные. К интракраниальным мы относим отек головного мозга, это церебральные воскулиты, инсульт может быть ишемический, может быть геморрагический, это развитие энцефалита, абсцесса, импиемы, субдуральный выпад, вентрикулит, окклюзионная гидроцефалия, сенсоневральная тугоухость, энцефалопатия критических состояний. К внечерепным относятся септический шок, острая сердечно-сосудистая недостаточность, миокардит, миокардиодистрофия, острая почечная недостаточность, синдром Ватерхаузена-Фредериксена, ДВС-синдром, артриты, различные тромбозы крупных сосудов с образованием некроза, гангрены в зоне нарушения циркуляции, да, что можно увидеть, например, при инвазивных формах менингококковой инфекции. Также необходимо не забывать о поле нейроэмиопатии критических состояний, тоже встречаются у пациентов длительно находящихся на ИВЛ, длительно находящихся во длине реанимации, тоже необходимо электронейроэмиограмму выполнять, если вы подозреваете ее. Итак, более подробно об интракраниальных осложнений. Конечно, симптоматика при любом интракраниальном осложнении, она схожая, и отличить по проявлениям никак мы не сможем. Какая-то симптоматика, это очагово-неврологическая симптоматика при гнойных менингитах, когда у нас есть такие интракраниальные осложнения, как эмпиема, субдуральный выпад, инсульт, церебрит, например. И у судорог тоже могут быть различные причины возникновения. Они могут возникать не только из-за интракраниальных осложнений, но могут быть и медикаментозно-опосложнениями, они могут быть дизметаболические, они могут быть проявления, например, фоновой эпилепсии, если ребенок до этого страдал, ну и так далее. И, конечно же, без дополнительного обследования уточнить характер и тяжесть интракраниальных осложнений, а, следовательно, определить оптимальную схему лечения, ну, не представляется возможным. Хочется обратить, да, на причины летальных исходов при бактериальных гнойных менингитах. Опять же, по данным нашего центра, за период больше, чем там 20-летний, 124 летальных исхода, к сожалению. Ну и более чем в половине случаев это все-таки явление отека головного мозга. Что важно? Да, конечно же, это максимально быстрая диагностика осложнений при гнойных менингитов, но при этом вы должны помнить, что необходимо минимизировать риск декомпенсации состояния при выполнении диагностических процедур, то, о чем я вам и говорила. Да, если вы видите какую-то клинику, подозреваете какое-то интракраниальное осложнение, ребенок в тяжелом состоянии на ИВЛ, то, возможно, на данный момент вести его, например, на нейровизуализацию, на КТ и МРТ головного мозга, ну, не столь необходимо. И у нас в центре мы активно используем такой метод, как нейросонография в диагностике интракраниальных осложнений. Метод очень хороший, универсальный, он прикроватный, да, может проводиться неоднократно в день, может проводиться каждый день для оценки динамика состояния. И вот особенно для деток до года, да, можно посмотреть, что, ну, такая чувствительность, да, она довольно высокая, практически для отека головного мозга 100%, тромбоз мы можем увидеть, энцефалит более чем в половине случаях, гидроцефалию, клизионную в 100% в случаях, вентрикулит, эпендематит мы можем увидеть. Конечно же, что касается деток старше года, когда кости черепа более плотные, тут уже процент меньше, но тем не менее, вот, например, окклюзионную гидроцефалию мы в 100% в случаях можем увидеть, и, конечно же, этим методом нужно пользоваться обязательно. То есть нейросонография у нас позволяет, прошу прощения, позволяет диагностировать возникновение интракраниальных осложнений и основные виды дислокации мозговых структур, и позволяет мониторировать эти осложнения ситуации вне зависимости от тяжести пациента, да, даже если он очень тяжелым. Итак, ну, на данном слайде представлена такая схема, не буду на ней подробно останавливаться, да, это такой нейросонографический скрининг, который осуществляется, почему необходимо делать при поступлении пациента, да, даже с подозрением на менингит, нейросонографию, потому что метод очень информативен. Ну, и хочется отметить, вот, в правом углу сотрудниками нашего центра в 2017 году издана книга «Гнойный менингит» у детей, но это является таким настольной книгой для всех специалистов, которые в нашем учреждении работают, и если вам удастся ее найти, не знаю, были перевыпуски или нет, то вам очень повезет, потому что информации там очень-очень много. Что еще? УЗИ зрительного нерва, то, что мы используем уже много лет в нашем центре, и данное исследование показало свою эффективность и информативность для мониторирования внутричерепного давления, отека головного мозга у детей с гнойными менингитами, и, в принципе, кроме офтальмоскопии мы всем деткам перед проведением люмбальной пункции делаем и рекомендуем делать УЗИ зрительного нерва. На слайде представлены вот те нормы, да, то есть если это просто симптомы внутричерепной гипертензии без отека головного мозга, то это размер зрительного нерва где-то 5,9 мм, если же мы все-таки видим отек головного мозга, то это где-то 6,5, поэтому метод крайне информативен, если ваши специалисты по УЗИ диагностике в том стационаре, где вы работаете, не владеют этой методикой, то обязательно нужно им об этом сказать. Он очень помогает. Ну, не буду останавливаться на алгоритме дифференциальной тактики, да, нейровизуализации. Как я уже сказала, что при гнойном менингите, при подозрении на гнойный менингит, первое, что мы делаем, да, это не везем пациента, если нет показаний, которые я указала ранее, да, на нейровизуализацию, на КТ-МРТ, делаем нейросонографию, делаем ультразвуковое исследование зрительных нервов, смотрим транскраниальную доплерографию и дальше уже определяемся, есть ли у нас какие-то там признаки, да, интракраниальных осложнений, либо нет. Что еще, какой метод, хотелось бы сказать об акустических стволовых вызванных потенциалов, он, конечно же, является не только методом оценки, да, нарушений слуха у детей, что является довольно, сенсоневральная тугоухость, об этом я скажу позже, также является довольно частым осложнением после бактериальных гнойных менингитов, ну и помогает определиться, например, насколько экстренно, да, все равно нам нужно осмотр лора, может быть там быть отит, если это определенные нарушения различных пиков, то это может указывать и на церебрит, и на вентрикулит и так далее, поэтому тоже метод необходимо это делать наряду, да, то есть что у нас идет, осмотр офтальмолога, осмотр лор врача, обязательно нейросонография, обязательно акустические стволовые вызванные потенциалы, обязательно УЗИ зрительных нервов, ну и транскраниальная доплерография, также обязательно для всех пациентов, которые госпитализируются в отделении реанимации подозрением на бактериальный гнойный менингит. Ну и несколько слов хотелось бы сказать о вторичных менингитах, какие же анамнестические особенности могут указывать нам на то, что это может быть именно вторичный менингит. Чаще, чем при первичных гнойных менингитах, такое подострое постепенное начало, и как правило это указание на перенесенную какую-то острую респираторную инфекцию, и что еще мы можем увидеть. Амбулаторное лечение, например, по поводу отита, синусита, может также у ребенка быть длительно сохраняющийся субфибрилитет, либо фибрилитет после перенесенного отита, синусита, может быть длительное увеличение соя, поэтому все эти данные могут указывать на вторичную причину менингита. И также наличие факторов риска. Какие это факторы риска? Это врожденная аномалия, более 55% занимают аномалии развития внутреннего уха, врожденные ликварные фистулы иной локализации. В 17% при вторичных менингитах это травматические повреждения, это основание черепа, например, травматическая фистула после кохлеарной имплантации, либо нейрохирургических вмешательств и различные иммунодефицитные состояния. Также являются факторами риска развития вторичного менингита. Ну и хочется вам представить такой клинический случай к мальчика. Этого мальчика у нас два раза лечил Евгений Юрьевич Горелик, кандидат медицинских наук. Он любезно предоставил этот случай, чтобы я вам его показала. Итак, анамнез неотягощен, психомоторное развитие ребенка абсолютно по возрасту, профилактические прививки тоже по графику, травм никаких не было. И первый эпизод менингита у ребенка в возрасте 2 года и 3 месяца. Первый день болезни, хочется обратить внимание, боль в правом ухе. На второй день подъем температуры до фибрильных цифр, вялость, рвота. Третий день болезни, лихорадка сохраняется, у ребенка нарастает вялость, отказ от еды, повторная рвота. В результате ребенок госпитализирован в инфекционную больницу по месту жительства. При госпитализации, при поступлении в стационар на третьи сутки фибрильная лихорадка, симптомы интоксикации, менгиальная симптоматика резко выражена. Ребенок осмотрен лором, диагноз острый парвосторонний средний атит, выполнен парацинтез, эксудативное отделяемое, и ребенок пропунктирован 44 тысячи третей нейтрофильного характера с повышенным белком и проведено оперативное лечение. Антротомия справа, получена скудная гнойная отделяемая. При бактериологическом обследовании крови, цереброспинальной жидкости, эксудата из уха, из антрума, высев культуры стриптококус митис, был выделен из крови. Ну, то есть, такой нетипичный, да, возбудитель. Ну, и ребенку диагноз поставлен бактериальный гнойный менингит, стриптококковой этиологии, острый, правосторонний, средний атит. Он получил антибактериальную терапию, дексазон, дегидротационную, сосудистую инотропную терапию. И на 10-й день антибактериальной терапии проведена контрольная лимбальная пункция, ликвар санирован. И на 18-й день в стационаре ребенок выписан домой с выздоровлением под амбулаторное наблюдение педиатра и невролога. Ну, конечно же, наверное, в таком случае стоило выполнить ему нейровизуализацию, но все-таки не стали этого делать, в назначениях не было. И через, получается, полгода, в два года, первый эпизод был в два года три месяца, а второй эпизод в два года восемь месяца. Опять у ребенка диагноз бактериальный гнойный менингит, уже гемофильная этиология. Он был госпитализирован к нам в центр. Первый, второй день болезницу, фибрильная лихорадка, явление ринита. И на третий день болезни опять субфибрильная температура, но ребенок вялый, отказался от еды, была рвота два раза. И скоро медицинской помощи на четвертый день болезни он госпитализирован к нам в центр. Испремное покое уже по тяжести состояния в отделении реанимации интенсивной терапии. У ребенка фибрильная уже лихорадка была на четвертые сутки, выраженные симптомы интоксикации и резко положительные менингиальные знаки. Ребенок осмотрел лор врачом, патологии не выявлено. На нейросонографии тоже без патологии проведена диагностическая лимбальная пункция 13 тысяч третей нейтрофильного характера, белок выше 1 грамма. И в крови выделена гемофильная палочка. Ребенок получил терапию с филоспоринами третьего поколения, 100 мг на килограмм, в течение 10 дней дексозон на 3 дня, дегидратационную сосудистую ноотропную терапию. И при контрольной лимбальной пункции на 10 день антибактериальной терапии, ликварсонирован. Но, что хочется отметить, почему важно, опять же, проводить исследования акустических стволовых вызванных потенциалов. Причем их важно проводить и при поступлении всем бактериальным менингитом, и перед выпиской обязательно. Вот у ребенка уже перед выпиской выявлено грубое нарушение проведения импульсов по структурам слухового нерва справа. Отсутствие сигнала, вообще отсутствие сигнала с уровня слухового нерва справа. И ребенок выписан домой, то есть у ребенка нейросенсорная тугоухость четвертой степени. И ребенок выписан домой с выздоровлением от бактериального гемофильного менингита с рекомендацией до обследования в лоротделении. И ребенок обследован в нейлор. И выявлена врожденная аномалия развития внутреннего уха справа. Ребенок был оставлен под наблюдение, то есть тогда оперативное лечение ему не стали никакое проводить. Хочется отметить, что через пять месяцев после второго эпизода, там три года, два месяца, ребенок был привитван, вакцинирован пентоксин и пневма-23. Почему пневма-23? Потому что он находится в группе риска по вторичному менингиту, поэтому 23-летняя вакцина. И третий эпизод случился, то есть два года три месяца, два года восемь месяцев. И следующий эпизод фактически через год, в три года шесть месяцев, бактериальный гнойный менингит, пневмококковая уже этиология, аномалия развития внутреннего уха и ушная ликвария под вопросом. Мама, конечно, уже знала, зачем нужно наблюдать, поэтому уже в первый день лихорадки до 39 и жалоба ребенка на боль в ухе, она экстренно обратилась к нам в приемный покой. При поступлении фибрильная лихорадка, симптомы интоксикации, менингиальная симптоматика резко положительная, лоросмотр, острый правосторонний средний отит, проведен парацинтез, отделяемого не получено. Ребенок пропунктирован, более 3000 третей, нейтрофильного характера, белок больше грамма и высев культуры с трептокока, пневмокока из крови и в цереброспинальной жидкости тоже имеет нам ПЦР пневмокок. И диагноз бактериальный гнойный менингит, пневмококковая теология, аномалия развития внутреннего и среднего уха. Терапия цифалоспорина третьего поколения, цифтриаксон 100 мг на килограмм, дексазон, дегитродационная терапия. Ну вот на четвертый день болезни состояние с положительной динамикой, симптомы купированной интоксикации, менингиальные знаки тоже исчезли. Но что на себя обращало внимание? На пятые, шестые, седьмые сутки нахождения в стационаре отмечалось подтекание бесцветной прозрачной жидкости с правого уха, ушная ликвария под вопросом. Ребенок был переведен в нейрохирургическое отделение для дообследования оперативного лечения по поводу аномалии развития внутреннего уха. Выполнена КТ-вентрикулография, признаков попадания контраста в барабанную полость не выявлено, но уже вот при оперативном вмешательстве выявлена фистула, закрыта фистула лабиринта справа, также обнаружен дефект круглого окна, перелимфория, проведено лечение и выделение перелимфы прекратилось. И при катамнезе более пяти лет ребенок часто болел какими-то респираторными заболеваниями, но никаких больше осложнений не было. У ребенка в неврологическом статусе нейросенсорная тугоуха с четвертой степени справа, а в остальном абсолютно без патологии ребенок учится в школе психомоторное развитие по возрасту. Ну и нужно опять же помнить, что аномалия развития внутреннего уха это более 50% в случаях повторных бактериальных менингитов, обязательно лорообследование, обязательно акустические стволовые вызваны потенциалу аудиография, нейровизуализация, КТ, МРТ, черепа височных костей, если вы видите случай повторных гнойных менингитов. Какая же клиническая картина, кахлярная дисплазия, это бактериальные менингиты повторные, нарушение слуха различной степени, может быть одно и двустороннее, назальная или ушная ликвария, вестибулярное головокружение также может быть признаком кахлярной дисплазии. Про диагностику я уже сказала, да, это нейровизуализация. И что еще важно, раннее выявление, это аудиоскрининг новорожденных, обязательно тоже нужно об этом помнить. Ну и так, да, тактика, подозреваете экстренная госпитализация, нужно помнить, да, что до 70% случаев это интракраниальные осложнения, до 30% это может быть экстракраниальные осложнения, и где-то треть пациентов требует перевода на ИВЛ, в связи с чем? С нарушением сознания, с нестабильной гемодинамикой, с развитием дыхательной недостаточности, с возникновением судорог, либо в связи с нарастающей геморрагической сыпью, да, все это является показаниями для перевода ребенка на ИВЛ, об этом тоже нужно помнить. Ну, что касается терапии бактериальных гнойных менингитов, конечно же, этиопатогенетическая терапия, это антибактериальная, инфузионная, это купирование внутричерепной гипертензии, это глюкокортикоиды, это лечение интро- и экстракраниальных осложнений. Какие же неспецифические мероприятия необходимо делать, которые направлены на снижение внутричерепной гипертензии и устранение экстракраниальных причин внутричерепной гипертензии? Первое основное, да, это оптимизация венозного оттока из полости черепа. То есть это укладка пациента с приподнятой на 15-30 градусов головой, которая фиксирована в срединном положении. То есть если ребенок на ЭВЛ, он не должен лежать непонятно как, он должен лежать именно в таком положении. Что еще? Это седация, обезболивание, синхронизация с ЭВЛ. Это, возможно, постановка назогастрального зонда для профилактики повышения внутригрудного и внутрибрюшного давления. Это борьба с гипертермией, то есть уменьшение церебральной гиперемии. Что важно помнить, что при повышении температуры на 1 градус метаболизм мозга увеличивается приблизительно на 10-13%. Это нормализация ОЦК для того, чтобы обеспечить нормальный церебральный кровоток. Это обеспечение системного артериального давления не менее 60 мм в рутного столба. Это нормализация кислотно-основного состояния, то есть следить за осмолярностью плазмы. Это коррекция гипер-гипонатриемии и поддержание норма гликемии. Все эти методы, они не специфические, но помогают снизить черепную гипертензию и предотвратить появление каких-то тоже интракраниальных осложнений. На догоспитальном этапе, о чем нужно помнить, если вы подозреваете бактериальный гнойный менингит, что может быть? Это поддержка дыхания, то есть, опять же, проходимость верхних дыхательных путей, ингаляция кислорода. Если есть на это показания, то это перевод ребенка на ОВЛ еще на догоспитальном этапе. Обязательно должен быть веносный доступ к болю с физраствора. Если есть судороги, то обязательно купирование судорог. Про антибактериальную терапию на догоспитальном этапе все время тоже спрашивают специалисты. Нужно помнить, что введение антибиотиков именно на догоспитальном этапе проводят только в тех случаях, когда экстренная доставка в пациент невозможна по каким-либо объективным причинам, то есть в течение 2,5-3 часов. Только тогда вы можете подумать. И догоспитальное введение антибиотиков в более ранние сроки назначается только при веских подозрениях на менинга коковую природу заболевания, если вы видите симптомы менингита с наличием неисчезающей при надавливании геморрагической сыпи. Но важно это делать. Введение антибиотика обязательно при налаженном сосудистом доступе в связи с высоким риском развития септического шока и нарастания внутричерепной гипертензии из-за резкой гибели бактерий. И введение антибиотика ни в коем случае не должно быть причиной отсроченной госпитализации пациента. Об этом нужно помнить. На догоспитальном этапе какой антибиотик? Предпочтительно, конечно же, вводить цифалоспорины третьего поколения, ну, цифтриаксон, чем бензилпенициллин, так как в регионах, например, нет обязательной вакцинации к гемофильной инфекции. Геморрагическая сыпь может быть не только проявление менингококкового менингита, но и гемофильной палочки, которая нечувствительна к пенициллину. При указаниях на тяжелой аллергические реакции, да, на бета-локтамные антибиотики, но это должно быть такое четкое указание, не то, чтобы там где-то что-то подумал. Да, хлорамфиникол, единственная проблема, что сейчас, насколько я знаю, нет его в парентеральных формах, к сожалению. Какие же принципы, общие принципы антибактериальной терапии при бактериальных гнойных менингитах? Антибиотики вводятся только парентерально. Использовать необходимо максимально терапевтические дозы антибиотиков, нужно учитывать степень их проникновения через гематоэнцефалический барьер. Учитывать возраст больного, премармидный фон, вакцинальный анамнез, особенности возбудителей, которые циркулируют в регионе. И какие же требования к антибиотикам для эмпирической терапии? Они должны перекрывать максимально широкий спектр вероятных возбудителей, должны иметься формы для парентерального введения, но они должны быть безопасны. Но опять же, повторюсь, покажу вам эту табличку. Эмпирическая терапия назначается в зависимости, в первую очередь, от возраста премармидного фона пациента. Для каждого возраста характерен определенный спектр своих возбудителей. Об этом нужно, необходимо помнить. При бактериальных гнойных возбудителях, если это, опять же, здесь таблица, я не буду подробно зачитывать. Опять же, для каждого возраста свои возбудители, соответственно, своя эмпирическая терапия. Это могут быть и цифалоспорины третьего поколения, и пенициллины, и так далее. Поэтому такую табличку тоже полезно перед собой иметь. Опять же, в дозировках, в самых больших, которые допустимы для данного возраста, веса пациента и так далее. Если установлен возбудитель, также представила вам данные, какая стартовая терапия должна быть при установленном возбудителе. Обязательно нужно учитывать для менингокока и пневмокока чувствительность. Пенициллин чувствительный или болезистентный, насколько чувствительный к цифалоспоринам третьего поколения, для гемофильной инфекции, чувствительный к бета-локтаманным антибиотикам, чувствительный или нет, резистентный или нет к ампициллину, и так далее. Тоже такую табличку очень полезно перед собой иметь. Но опять же говорю, на догоспитальном этапе предпочтение отдается вообще стартовой терапии, все-таки цифалоспоринам третьего поколения, но для детей старше месяца, об этом чуть позже скажу. Какая продолжительность антибактериальной терапии при бактериальных гнойных менингитов? Ну, хочу сказать, что здесь указаны сроки для неосложненного течения, но в любом случае все равно курс устанавливается индивидуально для каждого пациента, в зависимости от того, какая теология, какое течение, были или нет осложнений и так далее. Ну, если у нас неустановленная теология для детей до 3 месяцев, это 14 дней, для детей старше 3 месяцев, это в принципе 10 дней. Соответственно, мы пунктируем в принципе, если у нас течение гладкое, стабильное, да, там нет каких-то других подозрений, осложнений, то пунктируем мы в принципе тогда там на 14-10 сутки. Да, для менинга кока это 7 суток терапии, если гладкое течение, то пунктируем на 7 сутки антибактериальной терапии, если ликвационирован, отменяем. Для гемофильной палочки 7-10 дней, для пневмокока 14 дней, ну и так далее. Тоже был вопрос про антибиотики Вадима интротекально. Да, последние обзоры показали, что когда применяется, да, антратекальное введение антибиотиков, конечно же, здесь есть свои осложнения, они довольно часто свои риски, но тут нужно оценивать, как правило, они возникают при, необходимы, да, при антратекальных осложнениях, при вентрикулитах, эпидематитах. Вот, поэтому тоже здесь препараты, которые применяются, они указаны в таблице. Не буду подробно на них останавливаться. Ну и хочется несколько нюансов сказать при препараты, которые чаще всего применяются, например, при цифтриаксон. Как я уже сказала, цифтриаксон не должен применяться у детей младше 28 дней жизни. Нужно помнить, что недопустимо введение цифтриаксона одновременно с растворами, содержащие кальций, включая это и препараты для парентерального питания. Это в связи с высоким риском образования прецепитатов при связывании цифтриаксона с кальцием. С осторожностью, да, не применять при гипербилирубинемии у новорожденных, особенно у недоношенных деток, так как это увеличивает, применение цифтриаксона в таких случаях увеличивает риск развития билирубиновой энцефалопатии. О чем еще необходимо помнить при применении цифтриаксона, это бильярный псевдолитиаз, то есть высокие дозы цифтриаксона, чаще при нарушении поражения желчного пузыря, например, дискинезия желчевыводящих путей, перегиб и так далее. На пятый-девятый день терапии может образовывать осадок, ну и клиника какая-то, боль в животе, рвота, может быть даже субфибрилитет, об этом тоже нужно, необходимо помнить. Ну и нефролитиаз, чаще без симптома, но могут быть симптомы мочекаменной болезни. Это что необходимо помнить про цифтриаксон. Про ванкомицин. При быстром введении больших доз синдром красного человека, то есть такая ванкомицин индуцированная гистаминовая реакция, может быть нефротоксичен, особенно в сочетании с аминогликозидами, часто требует отдельного внутривенного доступа, например, линии, так как несовместим со многими препаратами, включаются фтазидимы, пием, цифипим, тамбальпроевую кислоту и так далее. Поэтому требует отдельного внутривенного доступа. И нужно помнить, что предшествующим введением дексазона требуется увеличение дозы для достижения необходимой минимальной терапевтической концентрации в цирреброспинальной жидкости. Да, мы все помним, что концентрация за гематоэнцефалическим барьером, она отличается от таковой в крови. Это зависит от того, насколько антибиотик способен проникать в гематоэнцефалический барьер, за гематоэнцефалический барьер, ну и само состояние этого гематоэнцефалического барьера. Там есть воспаление, либо нет. Про хлорамфиникол, опять же сказала, сейчас парентеральный, к сожалению, насколько я знаю, нет в доступе. Но нужно помнить, что он ограничен в применении из-за рисков развития необратимых апластических процессов со стороны органов кроветворения. Такой серый синдром новорожденных, то есть накопление хлорамфиникола, которое обусловлено незрелостью ферментов печени, может оказывать прямой токсическо-действенной на миокард. Детальность достигает до 40% при развитии таких осложнений. Хлорамфиникол запрещен в 21-м году Всемирной организации здравоохранения к использованию детей младше 7 дней жизни. И помним, что при бактериальном гнойном менингите может применяться только при документированной анафилактической реакции на бета-локтанной антибиотики. Ну и также это препарат выбора при абсессии МПМИ. Не должен применяться при вирусной инфекции, например, если да, присоединяется, так как усиление рисков гематотоксичности. Что еще важно помнить? О комбинации препаратов, то, о чем тоже часто специалисты забывают, об этом нужно помнить, и что нужно знать. Например, если у пациента судорожный синдром вы назначаете препараты вольпроевой кислоты, при этом он, например, получает миропинем. Совместный прием карбопинемов и препаратов вольпроевой кислоты может привести к снижению концентрации вольпроевой кислоты в плазме крови на 60-100% через 2 дня терапии. То есть, об этом нужно помнить, когда вы назначаете совместно терапию. Соответственно, коррегировать тогда либо антибактериальную, либо противосудорожную терапию. Фенобарбитал с доксициклином, метронидозолом, хлорам, финиколом. Тоже фенобарбитал снижает эффективность данных трех препаратов. Об этом тоже нужно помнить. Рифампицин также снижает эффективность, например, фенитаина, дормикума, диазепама, фенобарбитала. Об этом тоже нужно помнить. Соответственно, корректировать терапию либо дозы. Какие возможны причины неэффективности этиотропной терапии при бактериальных гнойных менингитах? В первую очередь, это низкий выбор антибиотика, когда низкая проницаемость антибиотика через гематоэнцефалический барьер. Когда недостаточная доза системного антибиотика, не достигается минимальной терапевтической концентрации в цереброспинальной жидкости. Снижение церебрального кровотока вплоть до реверберации при выраженном отеке головного мозга, когда антибиотик с кровью просто туда не попадает. Это выраженная протеинрохия. Это снижение PH цереброспинальной жидкости в связи с повышением лактатов, например, для аминогликозидов и ванкомицина. Тоже об этом нужно помнить. Использование препаратов антагонистов, как я показала на предыдущем слайде. Какие возможны причины длительного сохранения плеоцитоза? Не всегда длительный плеоцитоз связан с неэффективностью антибактериальной терапии. В первую очередь, конечно, мы думаем о неэффективности антибактериальной терапии. Что еще может быть? Это активация суперинфицирования вирусной либо какой-то грибковой инфекции на фоне соответственно сформировавшегося иммунодефицитного состояния на фоне генерализованной бактериальной инфекции. Это может быть медикаментозно опосредованная септический менингит при длительном приеме нестероидных противовоспалительных средств, при приеме, при введении внутривенных моноглобулинов пациенту и так далее. Поэтому такие случаи тоже бывают, просят консультировать, особенно на телемедицинских консультациях, когда вроде бы ребенок себя уже чувствует хорошо и признаки системной воспалительной реакции уже купированы, прокальстанин, СРБ нормализовались, но остается там какой-то невысокий палеоцитоз. Нужно тогда подумать, если у нас никаких больше данных клинический ребенок себя чувствует хорошо, лабораторные данные периферической крови, соответственно, там посев ликвара, ПЦР и так далее, все отрицательно, то тогда нужно подумать, уже тогда, например, о каком-то медикаментозном, все-таки, опосредованном асептическом менингите, об этом не нужно забывать. Ну и какие же задачи патогенетической терапии? Конечно же, в первую очередь, это ингибирование продукции в освобождении медиаторов воспаления нейротоксичных компонентов, это купирование внутричерепной гипертензии, отека головного мозга, это дезинтоксикационная терапия, минимизация вторичных церебральных поражений, в виде корковых некрозов, инфарктов и так далее, и стимуляция репаративных процессов. Но, к сожалению, выбор препаратов в детском возрасте, у нас крайне, крайне, которые разрешены к использованию, он крайне, крайне ограничен, и, конечно же, часть препаратов приходится назначать по решению врачебной комиссии по жизненным показаниям. Какая же патогенетическая терапия? это перевод ребенка на ИВЛ, то есть, с целью церебропротекции при нарастании внутричерепной гипертензии, отека головного мозга, помните, как я уже сказала, что по шкале Коми-Глазга менее 9-10 баллов, это обязательно адекватная инфузионная терапия, необходимо ограничивать объем только если мы видим нарастание отека головного мозга, это кортикостероиды, это могут применяться антигипоксанты, комбинированный препарат, он указан здесь, это может быть антитромботическая терапия, если мы видим риск ишемических фонфактов, гепарин, аспирин, витамины группы В, поэтому выбор препаратов таких, антигипоксантах наотропных, он конечно крайне-крайне ограничен. Ну и нужно помнить, что обязательно часто, к сожалению, не делают ни бригады скорой медицинской помощи, ни специалисты, например, других отделений, стационаров, это вовремя ребенка не переводят на ИВЛ с целью церебропротекции именно, когда у ребенка есть нарастающие признаки ВЧГ, судороги, например, но ребенок при этом остается без ИВЛ. Кратковременная, необходимо кратковременная умеренная гипервентиляция, да, может быть на 5-6 часов, ну и потом норма вентиляции, но не допущение ни в коем случае гиповентиляции. Ну и нужно помнить, что длительная ИВЛ она также повышает риск вторичных бактериальных осложнений и развитие полинейропатии критических состояний, поэтому здесь нужно баланс соблюдать, да, между необходимостью ИВЛ и длительностью. Что касается барбитуратов, тоже несколько таких тезисов. Барбитурат уменьшает выраженность отека мозга, подавляется дорожную активность, уменьшают внутричерепное давление, которое в результате замедления скорости метаболических процессов в мозге, нельзя применять их при переартериальной гипотензии и невосполненном ОЦК. Ну и побочные эффекты, это может быть гипотермия, артериальная гипотензия, об этом также необходимо помнить. Что касается глюкокортикоидов, тоже задают вопрос, сколько, когда и зачем. Ну вот, как показал метаанализ еще 2018 года, применение дексаметазона при бактериальных гнойных менингитах у детей не снижает летальность, то есть он никак не влияет на летальность, но, что важно и зачем его назначать, он снижает риск потери слуха, что является, сенсионевральная туговость является частым осложнением. Что необходимо помнить, не рекомендуется применение глюкокортикоидов у детей младше трех месяцев в связи с отсутствием доказательств положительных эффектов у данной группы пациентов. как же назначают у детей старше трех месяцев при подозрении на бактериальный гнойный менингит либо при установленном диагнозе это 0,6 мг на килограмм в сутки в 4 введения и нужно помнить, что он вводится либо до, либо одновременно с первой дозой антибиотика, но длительность терапии не более четырех дней. Почему не более четырех дней и почему неэффективно назначение на третий на четвертый на пятый сутки антибактериальной терапии. Потому что нужно помнить, что дексазон вообще глюкокортикоиды способствуют снижению проницаемости гематоэнцефалического барьера для антибактериальных препаратов и приводит к снижению концентрации антибиотиков в субарахноидальном пространстве. И длительное применение глюкокортикоидов может приводить к иммуносупрессии и вызывать вторичные бактериальные осложнения активацию нет необходимости на летальность никак они не влияют. Могут только усугубить ситуацию. Причины я вам назвала. Что еще? Какие мероприятия? Ну конечно же направленные на купирование внутричерепной гипертензии это диуретики. Тоже не буду подробно останавливаться. Это манитол, это гипертонический раствор на атлиохлорида, это глицерол. Ну вот например есть данные, что уменьшает риск развития нейросенсорной тугоухости неврологического дефицита у детей применения. А у взрослых тем не менее не рекомендован. Есть свои конечно у каждого препарата побочные действия о них тоже необходимо помнить. Применяется часто у нас в принципе у всех практически у всех пациентов отсталозоламид. Но нужно помнить, что он может вызывать метаболический ацидоз и не применяют его при ацидозе. Ну так же форосимид тоже применяется. Какие же критерии эффективности? Как мы можем понять, что ребенок у нас вылечен от бактериального гнойного менингита? Ну в первую очередь это оккупирование проявлений системной воспалительной реакции, нормализация показателей прокальцитанина цирреактивного белка, ну и конечно же санация цирр браспинальной жидкости. Ну санация я вам еще рассказала, не нужно забывать например о медикаментозно-опосредованных асептических менингитах. Если пациент долго лечился антибактериальной терапией, внутривенные моноглобулины, то тогда соответственно плецитоз какой-то может сохраняться, но там не должно при посеве, при методе пациера и так далее выявляться каких-либо возбудителей. Опять же несколько слов про лекарственные саптический менингит, чистота его неизвестна, ну и возможные причины я вам уже называла, это некоторые антибактериальные препараты и такие препараты как мистеронные противовоспалительные, да, внутривенные моноглобулины, там некоторые противосудорожные препараты такие как карбомазепин, ломатриджин тоже способны вызывать лекарственные саптические менингит. Какие же осложнения? Да, осложнения самые частые Отек головного мозга, как я сказала, да, церебральный воскулит, инфаркты, субдуральный выпад, сенциневральная тугоухость, гидроцефалия, эмпиема. И как раз-таки вот высокая такая летальность, тяжелая инвалидизация выживших после бактериальных гнойных менингитов, она, конечно, в первую очередь связана с интракраниальными осложнениями острого периода, ну и наиболее тяжело протекают, как я уже говорила, пневмококовые менингиты. Постараюсь побыстрее, понимаю, что уже поздно, все устали, но тем не менее информация важная. Субдуральный выпад, скопление жидкости в субдуральном пространстве, до 50% случаев отмечается двустороннее формирование субдурального выпада, ну преимущественно в лобно-теменных височных областях. Опять же метод нейросинографии очень эффективен, в том числе у деток, особенно до года. Следствие чего? Предшествующая субдуральная какая-то гематома в результате повышения проницаемости сосудов паутины и твердых мозговых оболочек, вследствие транссудации через новые сосуды, которые образуются, ограничивающие полость субдурального выпада, все это способствует формированию. Какие клинические проявления? Лихорадка, которая сохраняется более 72 часов после назначения адекватной антибактериальной терапии. Что еще? На 3-5 день от начала заболевания, вроде положительная динамика, опять необъяснимый рецидив лихорадки. И конечно же очагово-неврологическая симптоматика, локальные судороги, гемипарез, угнетение сознания. И на большой родничок обращаем внимание, уплотнение в области большого родничка при отсутствии его пульсации. Какая же тактика ведения? Например, для субдурального выпада, а субдуральной МПМ, несколько слов скажу, да, все-таки для субдуральной МПМ это уже длительная гипертермия и такие более грубые неврологические, общемозговые нарушения, чем при субдуральном выпаде. И при субдуральной МПМ у нас гнойный характер эксодата, да, а при выпаде у нас сирозный характер. Какая тактика ведения субдурального выпада? Динамическое наблюдение, нейросонография, это оптимизация дегидратационной терапии, вазоактивные препараты. Ну и в большинстве случаев субдуральный выпад не требует каких-то специфических методов лечения, все-таки разрешается спонтанно на фоне адекватной этиопатогенетической терапии. При МПМ, конечно же, требуется коррекция антибактериальной терапии, если неэффективно, то уже нейрохирургическое пособие. Какое еще довольно частое сложнее, да, это энцефалит, то есть очаговые изменения архитектоники, эхоархитектоники, паритхимы головного мозга. Это могут быть гиперэхогенные, неоднородные очаги с четкими контурами и формирование на месте гиперэхогенного очага поранцефалической кисты. Какие клинические? Опять же, вознамновение лихорадки после того, как она нормализовалась, это нарастание внутричерепной гипертензии. У детей грудного возраста сонливость, опять же, обращаем на напряжение выбухания большого родничка. У детей более старшего возраста, очаговая неврологическая симптоматика, судороги, на глазном дне явление застойных сосков зрительного нерва. Ну и в цереброспинальной жидкости нарастает белково-кличесная диссоциация, то есть повышается уровень тоже белка. Неросонография у детей до года, прекрасный метод для выявления тоже таких осложнений. Церебральный абсцесс, когда возникает? При отсутствии адекватной терапии бактериального, да, уже энцефалита. И в случае резистентной к применяемым препаратам флоры на второй неделе заболевания происходит некротизация центральной части воспалительного очага. И постепенно образуется такая глиозная капсула, которая ограничивает абсцесс. Ну какая-то комбинированная, да, и антибактериальная терапия, и нейрохирургическое пособие. Вентрикулит и пендематит. В принципе симптоматика, как я сказала, уже схожая. То есть расстройство сознания, судороги, эпилептический статус, температура тела может быть как повышенной, так и нормальной. В ликваре резко нарастает содержание белка. Ну и по характеру эксидата, импендематит и вентрикулит, они могут быть как серозными, так и гнойными. Также метод нейросонографии является довольно чувствительным к выявлению. Тактика. Это длительная 3-6 недель адекватная антибактериальная терапия. Если же возникает окклюзия ликварных путей, прогрессирование гидроцефалии, ну конечно же это срочное нейрохирургическое вмешательство с дренированием боковых желудочков. После санации, вентрикулоперитаринальное шунтирование. Экклюзионная гидроцефалия, об этом тоже нужно помнить, возникает на более поздних сроках. Стойкий субфибрилитет, прогрессирующие нарушения, повышение уровня белка в цереброспинальной жидкости, судороги, нарушение сознания, спастический тетрапорез, увеличение окружности головы. Какая терапия экстренное дренирование желудочков, если у нас цереброспинальная жидкость не санирована, если санирована, то тогда шунтирование проводится. Церебральные воскулиты, особенно при пневмококовых менингитах, не нужно о них забывать, это тоже бывает. Могут быть локальные генерализованные, появление очагово-неврологической симптоматики на фоне менингиального общемозгового синдрома, фокальные эпиприступы, психомоторное возбуждение, развитие очаговой симптоматики, моногемипорез. Что нам может помочь в диагностике? Это дуплексное сканирование сосудов головного мозга, из лабораторной диагностики это повышение уровня циркулирующих эндоталиоцитов, дедимера, терапия какая-то, она такая не специфическая, это поддержание объема циркулирующей крови для обеспечения адекватной перфузии мозга и препараты, которые улучшают реологические свойства крови. У детей выбор крайне ограничен, мы используем пентоксифилин. Судороги, как я говорила, могут быть разные, это могут быть и интракраниальные осложнения, и медикаментозно-опосредованные, и дисметаболические, и как проявление фоновой эпилепсии. Какая терапия судорожного синдрома? На первом этапе это диазепам, если неэффективно, в течение 3-5 минут вводят повторно, потом назначают либо медозолам, на дозах не буду останавливаться, при отсутствии эффекта повторное введение. При продолжающихся судорогах возможно парентеральное введение вольпраатов. Ну и конечно же необходимо помнить, что если сохраняется эпилептическая активность, там нарушение сознания и так далее, то это перевод ребенка на ИВЛ с целью церебропротекции. И еще одно осложнение, острая сенциневральная тугоухость. Да, какие причины? Выраженная токсинемия, септический шок, отек головного мозга, патологические процессы в центральной нервной системе, длительное переменение, например, фуросемида, необоснованное ограничение объема инфузионной терапии, использование токсичных антибиотиков, гентаминцин, ванкарминцин тоже могут привести к такому осложнению. Диагностика это акустические стволовые вызванные потенциалы. Ну и терапия, как я сказала, да, дексаметазон в течение 2-4 суток, особенно при гемофильных, пневмококовых менингитах, антиоксидантная терапия может применяться, вазоактивные, витамины группы ВС, да, ну и по возможности исключения от токсических препаратов, если есть возможность выбора. И в дальнейшем коклеарная имплантация. Исходы. Это данные нашего центра. Конечно же, вследствие развития различных осложнений острого периода, к моменту выписки из стационара только 40% детей выписываются без явного дефицита, но даже эти 40% не исключено, что у них появится какой-либо психоневрологическая патология в дальнейшем, потому что большинство пациентов все-таки пациенты раннего возраста. И опять же, вот по данным нашего центра, обследовались детки 6-7 лет, которые перенесли бактериальный гнойный менингит в раннем возрасте, довольно большая выборка, 142 пациента, и все-таки до 60% имели тяжелые либо умеренные последствия, либо когнитивные нарушения, либо эпилепсию, глухоту, моторный какой-то дефицит, нарушение зрения, поведенческие проблемы. При этом, что при выписке, да, даже многие из них не имели каких-то отклонений в неврологическом статусе. Как же диспансерное наблюдение после выписки из стационара? Педиатр, не буду останавливаться на сроках, да, но, в принципе, это в течение двух лет, обязательно педиатр должен наблюдать, но, в принципе, и так педиатр осматривает ребенка. Это обязательно невролог в течение двух лет. Если есть показания, лорсурдолог, кардиолог, особенно если эти пациенты после бактериального менингита осложненные септическим шоком, там миокардитами, кардиодистрофия, обязательно кардиолог должен быть, ну, психиатр, соответственно, если есть задержка психоречивого развития, дефектолог, логопед, ортопед, например, при нарушениях опорно-двигательного аппарата, и офтальмолог, особенно, да, при окклюзионной гидроцефалии также должен наблюдать. Какие лабораторные необходимости сделать? Ну, общий клинический анализ крови, да, 6, 12, 24 месяца, общий анализ мочи, кардиограмму обязательно один раз в год, особенно, да, если был септический шок, миокардит и так далее. ЭХКГ, опять же, нейросонография детям первых двух лет жизни при интеркраниальных осложнениях после выписки через 2-4-8 недель, далее по показаниям, но не реже одного раз в 6 месяцев, ну, из-за брюшной полости, да, если есть на это показания. Реабилитация также проводится в зависимости от того дефицита, которая есть, может быть медикаментозная, физиотерапевтическая, ортопедическая коррекция, занятия психолог, логопед, дефектолог, нейропсихолог, как я уже сказала, большинство пациентов, перенесших бактериальный гнойный менингит, даже если они выписаны без каких-либо нарушений в процессе, их все-таки развивают. Ну и профилактика. Химиопрофилактика. Надо помнить, что больной с подозрением на бактериальный гнойный менингит либо генерализованную менингококковую инфекцию должен быть изолирован в отдельный бокс на 24 часа от момента начала антибактериальной терапии. Через 24 часа после антибактериальной терапии вы можете там его соединить с кем хотите. То есть через сутки, даже после проведения цифлоспоринами 3-го поколения, больной уже не представляет эпидемиологическую опасность. Химиопрофилактика. Кому рекомендована лицам, тесно контактировавшим с больными менингококковым и гемофильным менингитом. Для контактных с гемофильными менингитами это рифампицин. Доза указана для детей до месяца жизни доза в 2 раза меньше на 4 дня. При контакте с менингококковыми менингитами это рифампицин. Также назначается для детей первого месяца жизни доза в 2 раза меньше 5 мг на 1 кг 2 дня либо однократно внутримышечно цефтриаксон для детей младше 15 дозы указаны то есть для контактных по гемофильными никакого менингитом профилактику проводить обязательно нужно либо рефампицин либо цифалоспорины третьего поколения либо там для детей цифров цифра флоксацин однократно однократно внутрь и для взрослых профилактика это вакцинация не буду уже подробно останавливаться много вашего времени отняла хочу вам посоветовать такой очень наглядный информационный ресурс о вакцинациях да это сайт вакцина . info они также представлены как коллективный иммунитет практически ну во всех наверное возможных социальных сетях но что самое классное у них на сайте можно скачать много всяких брошюр и справочников в том числе такой справочник по вакцинам он очень наглядный и удобно его иметь как такую настольную книгу поэтому против пневмококковой инфекции представлены вакцины но нужно понимать что не все вакцины содержат все возможные возбудители и постепенно чем обусловлена такая да высокая все-таки заболеваемость гнойными менингитами в том числе пневмококковыми а потому что они могут вызываться не вакцинными штаммами об этом нужно помнить гемофильная инфекция также детки прививаются у нас до в национальном календаре на схема представлена это три основных вакцины поэтому ревакцинации какой-то если полный курс пройден ревакцинации какой-то не требуется но и вакцины против менингококковой инфекции у нас есть в доступе до вакцина минактора которая четыре основных сиротипа ну вот форумфирма говорят что в следующем году в двадцать пятом году обещают на вакцину содержащийся рак сиротипа группы b будем ждать с нетерпением его для того чтобы вакцинировать наших детей опять же был вопрос прошлый раз вакцинация детей с неврологическими заболеваниями есть принципе два документа до которые регулируют они представлены на слайде какие-то общие принципы представлены и ну что хочется сказать про детей после мира и острых нейроинфекций серозный гнойный менингит энцефалит полинеэропатии прививают не ранее чем через один месяц после выздоровления или устойчивого улучшения до о чем судят по заключению невролога и необходимость поддерживающей терапии также определяет невролог то есть через месяц в можно ребенка прививать если он стабилен если там были какие-то интракраниальные осложнения которые требуют наблюдения в динамике то есть вы ждете заключение невролога там нейрохирурга и так далее когда ребенок будет стабилизирован у таких детей прививать нужно единственное что нужно помнить сейчас практически цельноклеточная к клюшная вакцина у нас уже заканчивается не применяется такие детки прививаются вакцинами без цельноклеточного к клюшного компонента остальные вакцины все разрешены и еще раз обращу внимание ложные противопоказания к проведению вакцинации что касается неврологического вот всеми нами любимая нелюбимая перинатальной энцефалопатия да это ложное противопоказание к вакцинацию и также в правом столбике у такие указания в анамнезе да там на эпилепсию в семье на сепсис семье где-то на недоношенность на указание в анамнезе гемальтическая болезнь на врожденных это тоже не является противопоказанием к вакцинации когда ребенок уже подрос и стабилизировался ну попробую пару минут еще вашего внимания просто такой клинический пример на который хотя бы хотелось бы закончить наверное девочка четырех месяцев хочется обратить внимание анамнез абсолютно не отягощен беременность роды протекали абсолютно хорошо ребенок доношены все прекрасно но в три месяца не привит по причине того что невролог поликлиники дал медотвод какая причина выявление гипорезорбции по данным нейросинографии при том что абсолютно неврологический статус у ребенка в порядке развивался он по возрасту ну то есть тут вызывает большие вопросы и еще раз призываю вас когда вы ставите медотвод от вакцинации четко оцените этот медотвод он обоснован или нет потому что могут быть определенные последствия ну и так далее три месяца медотвод а мы там как раз должны прививать от гемофильной инфекции четыре месяца ребенок начинает лихорадить пять дней дома лихорадит наблюдается педиатром по месту жительства опять же отсутствие на осторожности зачастую амбулаторного звена о возможности до таких тяжелых нейроинфекций на шестой день опять же вызывает вопрос амбулаторно цифлоспорина и третьего поколения перорально симптоматика сохраняется мы решили подождать еще три дня и на 9 день болезни ребенок госпитализирован с подозрением на пневмонию уже наконец-то да и уже сразу был переведенного в отделение реанимации интенсивной терапии нейтрофильный плеоцитоз повышен уровень белка и обращал внимание еще такой выраженный тромбоцитоз более тысячи выявлено в крови в ликваре гемофиль гемофильная палочка значит антибактериальная терапия все как положено и на 10 день болезни ребенок был переведен к нам в центр с диагнозом гнойно гемофильный менингит что еще хочется отметить непосредственно перед переводом кратковременные клонические судороги в конечностях о чем мы думаем об интрокраниальных осложнениях поступление варить состояние очень тяжелая ребенок сразу же было по показаниям переведенной в л вот почему не переведен был ранее тоже вопрос ну ладно значит на продолжена терапия в крови выраженный лейкоцитоз и так далее эти логическое тоже обследовано на герпес вирусы ничего не не обнаружено у ребенка были повторные судороги конечно же это показания уже к нейро визуализации и что увидели 100 снижена плотность вещества головного мозга в правой лобной и левых лоб на теменных долях нарушение дифференцировки серого белого вещества внутренней гидроцефалии на электроэнцефалограмме также и пи активность в динамике в состоянии ребенка было очень тяжелые пытались снять ее с седации но не получалось были эпизоды брадикардии нестабильность гемодинамики нарушение терморегуляции были кратковременные судорожные эквиваленты ну и вот выполнена была на 16 день болезни мрт цитотоксический отек в лобных долях в теменной долях в левой ножке мажечка и признаки лакунарных инфарктов суп в субкортикальных отделах левой лобной теменной доли да то есть на границе бассейнов левой передней и средней мозговых артерий значит ну хочется сказать да что ликвар был на 17 день ребенок был пропунктирован ликвар был санирован абсолютно но тяжесть состояния была обусловлена да и ишемии гипоксии головного мозга на течение заболевания осложнилось нарушение мозгового кровообращения что привело до прогрессированию дегенеративно атрофических изменений в мозговой ткани на 21 день болезни ребенок был экстубирован но на 30 день болезни и опять не повезло ухудшение состояния нарастания симптоматики в чг симптом грифе брадикардия напряжение большого родничка нейросинография нам в помощь прикроватный метод да и выявлено окклюзионная внутренняя тривентрикулярной гидроцефалии ребенок был экстренно переведен нейрохирургический стационар выполнено вентрикулоперитониальное шунтирование ну и в катамнезе на картинке мрт мр ангиографии вы можете видеть вот такие изменения думаю их можно оставить без комментария ну и ребенка конечно же задержка там психомоторного развития в 6 месяцев понятно что она получает постоянную противоапилептическую терапию на эгэ сохраняется комплекс острой медленная волна поэтому какие особенности да опять же обосновалась медицинского отвода вактор от вакцинации в три месяца вызывают крайние сомнения да то есть развитие такого тяжелого спас тяжелыми последствиями у непривитого ребенка позднее опять же госпитализация почему ребенок 9 дней находился грудной ребенок находился лихорадище в дома вот остается для меня загадкой ну и развитие таких двух тяжелых осложнений основного заболевания как окклюзия тромбоз магистральных сосудов и экклюзионная гидроцефалия ну что хочется отметить на что обращала внимание да все-таки фон имеет тоже свои свое значение то есть выраженный тромбоцитоз у ребенка был с момента поступления и возможно у нее была несостоятельность какая-то врожденная тромбоцитарного звена гемостаза которая вот и привела к таким нарушениям реологических свойств крови и способствовала тромбоза магистрального сосуда то чем я говорю да то есть возбудитель макроорганизм и соответственно несоответствие там скажем да так неполное оказание в ложной мере помощи своевременной привело к таким вот плачевным последствиям дорогие коллеги я вас благодарю что все кто остался в течение двух часов но тема очень большая хотелось сказать о многом я надеюсь что для вас это было полезно напоминаю что можно посмотреть будет записи пересмотреть ну и хочу сказать что конечно же любой пациент с бактериальным гнойными нингитом и и спасение такого пациента это командная работа врачей и приемного покоя и врачей скорой медицинской помощи врачей реаниматологов и нас консультантов да там неврологов инфекционистов педиатров я хочу выразить огло огромную благодарность сотрудникам нашего центра мы всегда работаем в большой команде и сообщение это тоже было не без участия моих коллег алла ароновный вильнец ксении витальне маркова и какими бихалами мишки вишневецкой и екатерине сергеевне и горовой евгений юрьевичу горелику за то что они предоставили свои данные свои клинические случаи поэтому ну и напомню что в нашем детском научно-клиническом центре инфекционных болезней есть три отделения это детское психоневрологическое отделение для острых пациентов и для пациентов которым необходимо до обследования по разным моментам неврологическим также два отделения нейро реабилитации и отдел научный отдел нейроинфекции органической патологии нервной системы под руководством лена юрьевна скрипченко чьим сотрудникам нечислик счастливится быть и напомню что обследование лечения реабилитации детей в рамках ум и с мы можем осуществлять из всех регионов российской федерации по абсолютно разным разной неврологической патологии не только нейроинфекции но и органическое поражение cns и детки с дцп и задержками развития и детки с подозрением на рассеянный склероз демилинизирующие заболевания нервной системы если есть какие-то вопросы там по госпитализации так далее вы можете написать в мне в один из мессенджеров в телеграм-канал что касается для уточнения возможности госпитализации отправить запрос можно по данным почты которая представлена на слайде запрос могут отправить как медицинские работники так и сами в принципе родители коллеги еще раз благодарю за внимание сейчас будет небольшой перерыв потом постараюсь ответить на вопросы которые у вас возникли напоминаю что вы можете задавать их в чате можете писать какие-то пожелания благодарности мне как вектору мне будет очень приятно вот а сейчас небольшой перерыв